Так, Макс, ну, привет. Очень рада, что ты пришел к нам рассказать. На самом деле, про тебя я уже давно видел в чате SNS-интершипс. И так получилось, что Рахим написал в ЛС. Давай пообщаемся с Максом, потому что, ну, ты прошел Бумберг, и многие тоже хотят узнать про то, как попасть на стажировки и так далее. И вот сегодня поговорим на эти темы. Думаю, будет полезна наша беседа. И, Макс, вопрос такой, ты не мог бы рассказать, сейчас ты находишься в Лондоне, а вот у них в Бумберге один офис, или как вот у них там распределены офисы по Англии? У нас один большой-большой офис, который занимает почти полтора квартала. Короче, что-то типа полтора миллиона квадратных метров офис. Ну, формально их два, то есть вот за мной можно увидеть это северное здание, я в южном, а мы мостиком соединены. Вот, это один очень-очень большой офис. Ага. Там 4-6 тысяч человек, что-то такое. А, настолько много? Ага. Ты сейчас в Яндексе не знаешь, сколько работает? Там тысячи просто работают примерно. Я не знаю, сколько в Яндексе. А, окей. А 6 тысяч разработчиков? Ну, они занимаются… Не разработчиков, а человек. А. У нас не только разработчики, у нас новостной отдел, Bloomberg TV, как бы там финансисты, аналитики, разработчиков тут этажа 2, наверное. Ага, окей, да, понял. И смотри, есть такой еще небольшой вопрос, чтобы начать. Вот у тебя канал называется КТ и Панк Макс. А можно сказать, почему Панк? Да, как исторически сложилось, что когда я пришел на кафедру, я из маленького города Ставрополь на юге России. И менталитет южан, он несколько другой, в отличие от менталитета людей, как бы из других частей России. Вот, он может показаться несколько грубоватым или открытым, поэтому я был прозван Панком. А, тебя даже так прозвали, окей. Ну, я попозиционировал, скорее, так было проще. Ага, окей, хорошо. Панк в душе еще, да. Ага, окей, понял. Смотрите, тогда предлагаю сейчас так построить беседу. Вначале узнать немного про как бы бэграунд Макса, что он делал в школе, потом как пошел он в институт, потом про стажировки до Блумберга. И на десерт оставим как раз, как пройти на Блумберг. И, то есть, какие-то вопросы ваши, которые прислали, ну и подобное. Вот, и Макс, не могу рассказать, какой у тебя был бэграунд, то есть, чем ты занимался в школе, был ли у тебя опыт в спортивном программировании, и как ты вообще попал в пробу? Ну, типа, я в седьмом классе начал заниматься математикой, съездил в летнюю матшколу в Адыгею. Это, ну, на юге России крутая, отличная летняя математическая школа, всем рекомендую. Ага. Потом, как бы, учился я в обычной школе, вообще образовательный, лицей номер 14, так называемый. Но школа, она знаний особых никогда не дает. И у нас есть в городе центр для одаренных детей поиск, в который можно поступить, сдать вступительные экзамены и поступить на бюджетное отделение. И у нас есть бюджетное отделение спортивного программирования и информатики. Как-то так оно называется. То есть, у нас там есть тренер прекрасный, Евгений Юрьевич Круглов, который, как бы, нас учил. Образование длится сейчас, видимо, от трех до пяти лет. То есть, можно поступить после шестого, после восьмого и после седьмого класса. Я учился четыре года. И, соответственно, первый курс – это вводный просто курс. Ну, как бы, мы начинали тогда с языка Паскаль, сейчас наши ребята учатся сразу с плюсов. После первого года обучения у нас своя собственная летняя компьютерная школа. У нас там проводится сейчас параллель С и параллель Б иногда. Вот первый год я поучился, пошел в летнюю компьютерную школу на параллель С, потом в следующем году поехал в Липецк на летнюю школу компьютерных наук от Вышки на параллель Б. А сейчас параллели – это как направление по подготовке? Ну, те, кто был в летних компьютерных школах, наверное, знают, что такое параллели, но если для тех, кто не был, это типа уровень. Самый низкий – это Д, С, Б. Есть еще штрихи, типа Б' чуть-чуть слабее, чем Б. А штрих – А, и дальше уже те, кто к межнару готовятся в сборной. Ездил в Липецк, потом еще раз ездил в летнюю матч-школу в Адыгею, короче, покатался по школам, еще был в Сириусе, взял три диплома, ну, из сперечной. На все раз я не ездил, взял три диплома из сперечной и потом поступил в УЛИК. Ага, в одиннадцатом классе все дипломы взял, да? Нет, в девятом, в десятом и в одиннадцатом. По одному диплому за год. А, по проге. А ты на каких тогда языках писал? Ну, плюсы, этажи. Ага, окей. И ты быстрый? Понял, окей, круто. А, ты… Я ездил в Сириус, да. На сборы, ну, то есть… Нет, в Сириус я ездил на смену мобильной разработки от мейла, там, джава потыкал, а потом ездил на большие вызовы. А, окей, я понял. А ты вот, когда в ITMO поступил, то как у тебя пришел переход на Kotlin, Scala и Java, ну, то есть… Ну, у нас был, типа, первый семестр у нас была Java, я такой, окей, Java. Во втором семестре у нас были плюсы, мне раньше нравились плюсы, а когда я увидел плюсы в университете и то, как на них люди работают, мне они сильно не понравились. Я не люблю перекладывать байтики и работать напрямую с памятью, мне это просто, ну, не нравится. Я решил искать альтернативы, чуть-чуть глубже пошел в Java, и… А до этого еще в школе работал на Java, на стажировке, в JD, и дальше начал как-то развиваться в Java, потом переполз в Scala. Сейчас вот подробнее по поводу, ну, как бы, я беседовал с Машей, она сказала, что ты в школе пошел на стажировку, это как? Ну, то есть… Так и получилось, вот есть смена больших вызовов в Sirius. Я был, мы втроем с друзьями на нее прошли, мы делали вместе проект, и нас там раскидали по трем разным командам. Команда – это компания, я был в команде от Центрального банка России, Пинцерт подразделения, которые безопасностью занимаются и всяким таким. Мой Кент Рома был в РЖДшной команде, и друг Данил был в команде от Мегафона. Вот мы там побыли-побыли, нас заметили, потом предложили нам троим подстажироваться, ну, типа, на неполный рабочий день оплачиваемая стажировка. Это был пиар для компании РЖД, и как бы нам в резюме шкупы, потому что ты в одиннадцатом классе по белому с трудовой книжкой, все дела. Да, это очень круто. Я первый раз такое слышу вообще, необычно. Хорошо, а ты как пошел дальше по поводу стажировок? С первого курса, если у тебя уже был опыт какой-то стажировки, то ты сразу начал работать или когда-то начал работать? Нет, я не работал первый семестр, потому что первый семестр на КТ не самый простой. Ну, он, наверное, не самый простой из-за того, что ты переезжаешь в другой город и адаптируешься. Я начал работать как раз, когда начался ковид, в марте, в апреле, соответственно, второго семестра. И делали мы как раз с теми двумя друзьями, Данилом и Ромой, стартап на аутсорсе. Просто написал чувак, сказал, хочу сделать стартап. Есть деньги. Окей, давай делать стартап. Вот так я до октября там просидел, что-то поделал и ушел. А, это второй курс, второй курс, да? Да, в октябре я ушел в C1 на скале работать. Пацаны еще ненадолго остались, и сейчас стартап недавно запустится. А, а как ты на них, как они на тебя вышли, то есть как вы познакомились с этими ребятами? Мы с ними учились вместе. С Ромой, с Данилом мы вместе учились в стартапе. Не, я имею в виду те, кто пригласили вас в стартап. Там один человек был, который, он просто в Headhunter меня нашел и написал. А, ага, окей, я помню. Окей, это понятно. А, вот смотри, у тебя еще есть сертификация по Java, ну то есть Java сертифицированный разработчик. Это было до этого момента, когда вы начали пилить стартап или как? Во время. А. Ну, можешь ли сказать немного про то, как ты решил взять, ну то есть почему решил проходить это тестирование, и как оно у тебя проходило? Ну основная мотивация была вписать в CV-шку и еще знания подтянуть. Ага. А. Ага. 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 А это как тесты по теоретической части языка или там какой-то код надо писать? А. Ага. 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 А после того, как ты собственно ее получил, то обращался ли ты к ней, когда проходил советы какие-то, то есть влияет ли это на проход действительно? Вот как оказалось она в реальности? Не знаю, это в CV-шке висит. А. Можно еще по Java задать вопрос быстро? Ага. 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 Можно просто, ну, работал с Java и на каком уровне там примерно этот сертификат. Ну, тест сам. Ну, типа, на уровне, вот смотри, первая сертификация на уровне основы языка? А. Ага. Ага. 200 рублей. Джарва, Безмавена, Ручьи, Лабуды. Джарник – это основа, Мавин – это не основа. Мавин – это не джавовая штука, но это не из коробки он тебе приходит, а джарник тебе приходит из коробки. Какие-то основы языка банальные. То есть там джарженерити, всё такое крутое типа считается. Ну нет, там ещё что-то есть, можно посмотреть, просто загуглить, типа Oracle Java Certification, 11-я Java – это стандартный сайт. Во второй сертификации там всякие типа фьючи, конкуренты и так далее, что-то более глубокое. Например, у нас первая сертификация плюс-минус совпадала с первым семестром, который преподавали в университете. То есть я, грубо говоря, просто его закрепил. Ну и если красиво, правильно написать в резюмешке, то будет бусс. Ага. Окей. А ты сказал то, что у вас на КТ сильно сложно выживать, а киос-курсы были. То есть вот ты сказал Java, а ещё по проекте что было? Плюсы, парадигмы программирования, курс по выбору был Котлин, алгоритмы и структуры данных, там контестики классические, олимпиадные на лапах, дискретная математика, контестики по дискретной математике. Ага. Окей. Володя пишет это, видимо, по операционной системе. Ага. Из КТ, Володя. Чё Володя думает про КТ? Кстати, был... Ладно, пока что оставим. Да, понятно. На КТ были джарники, Володя пропустил. Просто джар, да, снова. Во всяких там ZeroMQ и прочих фигня. А и в RobidonQ без них ничего работать не будет. Там в доках в ССД пишут, типа, вот что я за это делаю. А как это собирать никто не говорит, поэтому джар надо знать. Хорошо, знайте. Я не против. Окей, круто. Тогда смотри, ты рассказал про опыт работы в стартапе. А какие там задачи ты решал, то есть чего ваш стартап планировал? И мы весь стартап мутили с нуля. Ну, то есть у нас был один парень, андроид-разработчик, который не был моим знакомым. Он, соответственно, перил андроид. А мы с пацанами перили бэкэнд, то есть архитектуру пазы данных, всякие рез-запросики, груды и так далее. Ну, то есть классический бэкэнд. Тебе фронт присылает данные, ты их обрабатываешь, даешь в ответ. Что-то такое. И вот мы делали бэкэнд. Продолбались знатно, но… Что делали? Продолбались знатно, потому что первый раз делали. Ну, то есть, когда ты студент первого курса и ты никогда ничего не проектировал, а потом некоторое время понимаешь, как надо было сделать, тебе, ну так, обидно становится. Но… Хороший опыт. Оно работает? В чем? Конкретно? Ну, в смысле? В структуре? Ну, знаешь ли… Вы сделали монолит? Ну, не в этом дело, нет. Монолит – не монолит, это вторично. Знаешь ли ты, как там проектировать системы для миллионов человек? Ну, видимо, на первом курсе это знают, типа, единицы. Вот мы не знали. Есть ли миллион пользователей сейчас? Нет. Будет ли он? Возможно, когда-то. Надежды всегда есть. Готова ли система к этому сейчас? Нет. Знает ли об этом заказчик? Нет. Надо ли ему знать, но тоже нет. А, и ты, когда узнал про то, как работает распределенная система на большое количество людей, то сейчас понимаешь, что это больно? Или как? Ну, да. Оно не будет работать просто. Это надо переделывать. Ну, там не так, чтобы много переделывать, но переделывать. Ага, окей. А тебе нравилась такая работа вообще в стартапе? И чем она отличалась, например, от стажировки в плане именно разработки, ну, то есть процесс самого разработки? Ну, вы втроем с друзьями, то есть заказчик вам говорит, что он хочет, а вы втроем решаете, что вы будете из этого делать. Ну, в плане, как вы будете это делать. Вот. А вы тогда, ты сказал, что вот сейчас недавно он вышел, выстрелил, то есть тогда вы, типа, не продавались. Вы не привели? Он просто вышел, он не выстрелил, он запустился. Там две тысячи человек, наверное, сейчас есть. Ага. Я могу скинуть, конечно, ссылочку, не думаю, что кому-то оно надо, но если вы хотите скинуть. Окей, ладно. И вообще вот про цифру две тысячи, это насколько хороший результат? Мне почему-то кажется, что это неплохо, но в то же время... Ну, это, типа, он там запустился три недели назад, я не знаю. Ага. Это, типа, я хз, хорошо это или плохо. Ага. То есть там планы, ну, как бы, я же не гендиректор. Ага. Планы у гендиректора космические. Хорошо. Ага. Окей, круто. А теперь можешь немножко рассказать, у тебя был ли какой-то опыт преподавания и, как бы, ты совмещал, как бы, как ты практиковал программирование еще вот в универе? Ну, и в летней компьютерной школе Ставрополь я читаю каждый год, второй год, видимо, спецкурсы. Ага. То есть у нас есть основные преподаватели, которые преподают алгосики и всякую, всякую математику. Ага. А я на выходных читаю людям спецкурсы. Я и несколько еще наших выпускников. Ага. Ну, ну, соответственно, какие-то полезные спецкурсы для школьников. Грубо говоря, как, как, как пользоваться ГИТОМ? Ага. Или что такое база данных? Или ребята читали про блокчейн в этом году, про... неосимптотические оптимизации для олимпиадок. Ага. Что-то такое. Преподавать – это круто. В универе я препод по шахматам. Ага. И, кстати, здесь был вопрос, Макс, купил ли ты, от твоих коллег, видимо, купил ли ты шахматы за 500 фунтов? Ага. Ничего не купил. У меня жаба задушила. Они стоят, блин, 500 фунтов. Что это такое? Да, окей. Окей. А сейчас, Мария, получается, ты на первом курсе начал летом преподавать? Или ты в течение года тоже что-то в этом плане делал? В течение года мы с выпускниками делали контесты на подфорсе. На подфорсе для, соответственно, наших ребят. То есть я там вкидывал какие-то задачи по геометрии. Я не люблю геометрию, поэтому вкидывал порох и задачи по геометрии. В смысле по геометрии на алгоритмы или? Ну да, да. Ага. Окей, да, понял. Я люблю задачи. Это на курсе по алгоритму, типа, то, что у вас, ну, для малыша курса? Или для себя же? То есть на первом курсе ты был? Нет. Это было для учеников центра курса в школе. Ага, все. Окей, понял. Круто. А летом, собственно, начал ездить в школу. Понятно. А сейчас ты перешел на третий курс? Да. Ага. Окей. А этим летом ты тоже преподавал? Ну, я, ну, онлайн, да. Ага. Понятно. Окей. Теперь есть такой небольшой момент. А вообще какие тебе сейчас нравятся задачи решать в плане вот разработки? То есть как ты чувствуешь удовольствие, которое тебе приносит именно какие-то реализованные фичи или что тебе больше всего вдохновляет? Когда зарплата приходит, меня вдохновляет прям отлично. На работе, ну, у меня вот такая не классическая стажировка. Я первые полтора месяца, ну, нет, первый месяц я код почти не писал, потому что мне нужно было разработать архитектуру системы. Ага. Потому что у нас в команде не было определенного решения, какую архитектуру делать. И вот пилили архитектуру. Соответственно. Я придумывал архитектуру несколько штук, штук десять, короче, разных. Презентовал команде, потом мы решали, что делать. Архитектурные задачи, это прикольно, потому что такого экспириенса раньше у меня нет. Ага. Ага. Это мне нравится. Ага. Оптимизационные там тоже задачи, норм. Это какого сорта оптимизационные, то что уже есть какой-то код, надо где-то найти что-то справить? Что-то работает долго. А. А. Почему не работает? Ага. Окей. А у тебя сейчас какой стек на работе и вообще какой у тебя язык любимый? Ну, любимый, наверное, у меня сейчас Scala. На работе у меня Python как основной, видимо. Scala как Spark Job. У нас Spark есть, на нем крутится Job. И плюсы как язык, который я читаю, потому что многие либо в Bloomberg написаны на плюсах. Ага. Как бы Bloomberg это основной пропагандист C++. Они пишут 20-й стандарт, самые главные контрибьюторы и так далее. Вау. Поэтому если вы фанат плюсов, то, наверное, вы должны знать его. Если не знаете, почитайте. Вау. Вот это крутая информация. Хорошо. А у них, кстати, нет Rust? Потому что алгоритмический трейдинг не слышал про это? Ну, в больших компаниях зачастую есть все. Вопрос, в какой команде это есть и чем она занимается. У нас есть, блин, Haskell в продакшен и Acamo. Функциональные? Ну, максимально функциональные. Совсем функциональные. То есть у нас есть команда, которая пишет на Haskell. Они вот в том углу сидят. Я их один раз видел. Вот как бы люди занимаются Haskell. А ты писал что-нибудь на этих языках? Изучал их как-нибудь? Ну, у меня сейчас будет курс функционального программирования. А. Окей. Я понял. Можешь рассказать про курсы, которые от YPF и у тебя на Медвине там, то, что по нескольким языкам? То есть, как ты их нашел и чему научился? Ну, по Скале в интернете мало информации. То есть, если вы решите стать Java-разработчиком, вы заходите, пишите в YouTube, как научиться быть Java-разработчиком. У вас триллиард информации. Скала менее популярный язык по определенным причинам, одна из которых это порог входа. Вот. И поэтому ресурсов не так много. Скал разрабатывает, ну, основной ее создатель, это Мартин Адерский, который то ли декан, то ли глава образовательной программы, ну, какой-то высокий чин в YPFL. То есть, лаборатория Скала находится в YPFL. И курсы, соответственно, тоже от YPFL. Ага. Я, ну, гуглишь, вот, нашел курсы на курсе YPFL. В каком смысле мало информации? Просто на основном сайте, реф, немножко страничек. Ну, в смысле, в абсолютных... То есть, нет там Java, Rush, вот этого всего. Ну, да, в абсолютных величинах нету гайдов по Скалите. Сделаем web application на Скалите. Наверное, один или два, или три гайда есть. Но их не такое большое количество. А качественных еще меньше. Макс, а ты рассказал про то, что... Ну, ты не мог бы повторить, как ты вообще начал изучать Скалу? То есть, у вас есть курсы, или... А как ты вообще вышел на этот язык? У меня есть друг Дима, который сказал, о, Макс, смотри, прикольный язык. Вот прикольный. Я такой, ну, наверное, прикольный. Потом залетела вакансия у нас в группу факультета кафедры. Ага. Сиван Центрау нанимает Скалоразработчиков, поджунов. Мы знаем, что Скалу вы можете не знать, не обязательно. Знаете Java, о Скале научим. Ага. Я подался, мне сказали, опа, смотри, тестовое задание, ну, лучше напиши на Скале, но если совсем не можешь, напиши на Java. Вот. Ну, я как бы... Дали неделю на тестовое, я за неделю что-то выучил по Скале, написал тестовое. Ага. Дальше проходил сертификации, сам учил. И потом пошел работать. Ага. А вы как раз в OneCenter? Конецентр, да? Конецентр, Сиван Центр, как угодно. А, окей. А ты не мог бы немного рассказать про Скалу? То есть, для каких он задач, или какие, например, нельзя на нем писать задачи, то есть, мне очень благоприятно них мешать? Просто вот у меня лично вообще, типа, очень мало с ним опта, я только вот общался с тобой. Ну, мобилки, наверное, на Скале писать не стоит. Но можно. Ага. Скала нужна для каких-то высоконагруженных систем. Ага. Многопатой? Потому что она, потому что, типа, на Скале можно хорошо писать PureFP, а PureFP хорошо для всяких распределенных параллельных штуков. А PureFP это что такое? Ну, чистая функциональная программа. А, а Haskell для этого лучше? Может, подходит или нет? Ну, Haskell тоже для этого хорошо подходит. Однако, Java работает… Или тут Java-машина где? Да, Java работает на Java-машине, поэтому ты можешь переиспользовать всю прекрасную legacy-систему Java и множество библиотек, которые уже существуют. И запускаться удобнее. Ну, Haskell для этого тоже подходит, но в Haskell, наверное, порог входа еще выше, чем в Scal. Ага. А, окей. А сейчас я не могу рассказать, что значит очень сложный порог входа для того, чтобы чего написать? Как раз какие-то существенные продукты или чтобы на стажировку залететь? Наверное, чтобы на стажировку залететь. Я не видел особо много стажировок по Скале в России. Это Тинькофф, наверное, и может быть какой-нибудь Яндекс. У них есть Яндекс.Вертикаль. Там три продукта они разрабатывают на Скале. А высокий порог входа, ну, потому что нужно знать ООП и чуть-чуть знать ФП. И уметь писать фор нормально. На Java, чтобы пройти на стажировку по Java, не обязательно хорошо знать Java, потому что и научим. А на Scal ты должен знать хорошо Java. Ага. А, понятно тебе по зависимости от языка. Окей, понятно. Да, да. Кстати, Макс, смотри, вот раз ты сказал то, что вот там EPFL разрабатывается такой язык, а тебя не заинтересовало, например, стажировка вот в академической стези, в этом же EPFL, где они там разрабатывают язык? Нет. Ну, в смысле, в научной штуке. Да, ты не хотел бы заниматься научным развитием EPFL? А если нет, то почему? Ну, как бы, я не особо расположен к науке по, ну, несколько поинтов. Я люблю видеть результат типа сразу и делать для клиентов. Ага. Ну, то есть, ну, как бы, я не готов просто тратить, как, например, в дипмайнде люди, у них цель на 25 лет вперед. Это для меня слишком большой срок на текущий момент. Конечно, наука – это хорошо, и все, что у нас сейчас есть благодаря науке. Однако я как-то с наукой не особо дружу. Ага. Потому что я еще не знаю, на какую тему диплом писать, а диплом писать скоро придется. Через год? Ну, через два года. Ну, через год. Ну, через год. Ага, ага. Окей. А у вас нет каких-то курсовых работ как раз по языкам, то есть, проекты какие-то резовывать надо было? Где? На КТ в ТМО. Где? А, окей, понял. Хорошо. А, вот еще мне сказали, что у тебя, ты с командой вот работают ребят, которые тоже вы думали, начали разработать какой-то проект про, вот, сейчас. Ну, вот я тебе скинул ссылочку там… Google Developers. Да, да, да. Вот это вот. Это, можно сказать про этот проект, какие идеи? Я скинул то, что у вас там среди разработчиков еще есть Виталий Аксенов? У тебя какое с ним пересечение, ты как-то с ним… Деталик, мой препод по ГОСМ был, по практикам. Ага. И как препод, бодрый? Виталик – нормальный, бодрый препод. Ага. Все хорошо. Виталик – молодец. Ну, как Google Developer Student Club. В прошлом семестре мне написала одна из наших третикурсниц, Даша Гречишкина, спросила, кто хочет вписаться? Я сказал, я хочу вписаться. Ага. Основной поинт – это я люблю преподавать, могу что-то кому-то рассказать в университете. Ага. И что-то в CV вписать тоже, наверное, неплохо. Ага. Сейчас они вот 17 сентября проводят какую-то лекцию по поводу GCP – это Google Cloud Platform. Что-то там будут с облаками делать. А я, когда приеду, видимо, буду какую-то introduction лекцию в Паскале читать. А у вас в универе нет в Паскале или есть какие-то курсы в Паскале? В Паскале нет. В универе есть, читал их мой ментор из C1, но не на нашей факультете. В нашей факультете пока нет. Ага. Окей, да, понял. А почему это… А почему это Google? То есть вы как-то коллаборируете с ним или что это за проект? Или он как-то распространен в других универах? Не знаю? Да. Google… Google организует такую штуку. Ты можешь быть волонтером-организатором основным. Тебе нужно зарегистрировать официально в университете клуб. Сказать, что вот он с Google. Google тебе за это даст мерч, даст материалы, какие-то ресурсы. И можно будет читать какие-то лекции. То есть это широкий жест филантропов из Google по повышению образования. Это для любых униках работает? Ну, если в унике появился организатор, то да. Любой университет, любой человек может быть организатором. Нужно просто договориться. Как это называется, я посмотрю. Google Developer Student Club. Ну, я могу скинуть ссылку после уже. В следующей встрече. Окей, круто. А ты не мог бы сейчас дать нам каких-то советов по поводу того, как искать вообще стажировки? Ну, допустим, как ты искал, да, какие-то места по пройке? Как можно вообще находить стажировки? Ну, допустим, сейчас в России, то есть по направлению, которое тебе нравится. В России? Ну, в России известен топ компаний, мясо так называемое. Mail, Яндекс, Озон и Сбер. Это мясо. Сбер, Озон. Есть еще Тинькофф. Тинькофф, наверное, главный пропагандист скалы в России. У них очень много чего написано на скале. Есть JetBrains. Вот, наверное, это… Ну, еще ВКонтакте есть, да. Скала? А сейчас еще раз… Не-не-не, Скала, Скала в больших главках есть. Наверное, ВКонтакте у них что-то есть на скале, на спарке. Вот. Где-то она есть. А по скале это либо в Яндекс, либо в Тинькофф, либо в JetBrains. Ага. А там как бы… Ну, вот, например, в Тинькоффе какие могут быть подсистемы реализованы на скале или вот… Тинькофф инвестиции на скале написано. И все, что у них с банками связано, ну, с деньгами. Ага. Это они так утверждают, я там… А, окей. Ты имеешь в виду транзакции какие-то, чтобы переводить? А, окей. Хорошо. Во. А сейчас вот мы уже как-то промелькнули по поводу твоей стажей промокад. А, нет, стоп. Мы проговорили про клон-центры на скале, правильно? Да. Вот, окей. А вот другое место промокад – это что-то? На Java. Это стартапчик. А, тот, который после стажировки в RGD был, да? Да. А, окей. Понял. Хорошо. А когда ты задумался вообще о стажировках за границей, и как про них узнал? Ну, я собирался поехать, ну, как бы я про них знал еще в школе, потому что к нам приходили наши выпускники, которые ездили к нашему, ну, в центре поиска. Давайте так, в школе я не появлялся с 9 по 11 класса официально, вообще образовательный. Я туда не ходил, делать там нечего, вот. Поэтому я был в центре для одаренных детей поиска. Туда наши приходили выпускники, которые там, вот, работают в Гугле, в Фейсбуке или где-то еще, и рассказывали о том, что вот, ребята, есть стажировки, вот в университете подавайтесь. Я не хотел после первого курса по каким-то причинам, ну, я не подавался. Я думал в России отстажироваться. Начался ковид, стажировки все почти закрыли, и вот я работал над стартапом. На втором курсе, ну, типа, в конце августа, лето перед вторым курсом, я начал подаваться на запад просто. Вот я знаю какие-то компании, я знаю там. Фейсбук, Амазон, Эппл, Нетфликс, Гугл. Начал подаваться. Знаю еще какие-то компании. Захожу, смотрю, подаюсь. Потом захожу на LinkedIn, ищу стажировку, ну, типа, интерншип. Подаюсь. Нашел, как бы, сайты типа Глаздора, где тоже есть вакансии. Подаешься на Глаздор и ведешь табличку. Потом в чате к СНС кто-то вкинул ссылку на Bloomberg. Подался в Bloomberg, и вот из 170 компаний позвала меня на собеседование только одна – это Bloomberg. Почему так случилось? Видимо, причин много. Первое – многие компании, куда я подавался, были в США. А в США, как известно, визу стажеру получить почти что невозможно в текущих реалиях. Вторая причина – это мало опыта, тем более не было опыта на стажировках за границей. Третья причина – это то, что я был на втором курсе, а многие хотят на стажировку после третьего курса. Ну и как бы любые другие поинты, в которых еще я виноват, потому что хреново составил резюме или что-то еще. Но в Bloomberg я прошел. Было четыре собеса. Я почти все собесы хорошо описал в статье. Видимо, все собесы. А вот мы с Мухтаном и Джоном разговаривали по поводу LinkedIn. А ты как-то его использовал конкретно, чтобы тебя искали? То есть ты связывался как-то с рекрутерами напрямую или тебе писали? Ну, в тот год нет, в этом году я сам пишу, сижу. Ну, мне на LinkedIn работу просто предлагали, не стажировки. Ну, я сейчас не работаю, в смысле я сейчас не ищу работу в России на текущий момент, потому что я на стажировке. У меня пока нет на это времени. А сейчас, ну, вот пару-тройку реферов я нашел на LinkedIn. Ну, ты, типа, для других компаний не блондер-кликов? Ну, да, вот в Volantir, например. А, да. Позвали, отцебесился, зареджектили. Уже отцебесился на этот год, на лето? Ну, я отцебесился, меня зареджектили, да. Ага, вау, круто, что ты уже отцебесился. Ну, то есть, это интересно. А, окей. Ну, один собес у меня был. Ага. Это был такой HR собес. Волонтир любит реджектить после HR собеса, как известно. Сейчас с Максом еще пока не ушли, а ты не могу рассказать про то, сейчас, ты писал мне вот, когда я 170 вакансий набирал, писал ли ты мотивационные какие-то письма хоть куда-то, или как? Нет. Ну, я никуда не писал, вот. Возможно, если бы я подходил более рационально к этому, то я бы их писал. Например, вот, Волонтир, прекрасный пример. Ага. Если ты ничего не пишешь в мотивационном письме, и тебя после первого собеса реджектят. А ты не опять написал, типа? Я написал какую-то фигню, потому что я думал, что меня на первом собесе будут расспрашивать, а меня не расспрашивают. Ага. То есть, так получилось. Вот, например, туда нужно писать. Ну, это такой известный факт, что они даже реджектят, если ты говоришь, что собеседуешься в другие места. Да. А, это корпоративная культура, да, такая? Я что-то слышал, но не совсем подробно. Ну, да. Кто-то в компании считает, что если вы хотите не только к нам, то кто-то плохо. А вот можно еще вопрос такой, смотри, а ты как бы отбираешься в какие-то компании, сейчас будешь отбираться на задачи какие-то, или просто там, чтобы попасть на какую-то стажировку, в какую-либо команду, или как там происходит? По-разному. Ну, вообще на стажировку берут в компанию, а команда выбирается потом. То есть ты вначале проходишь алгоритмические собесы, потом систем дизайн. Ну, например, у нас было два алгоритмических систем дизайна, в конце разговор по душам. Вот, проходишь алгоритмические собесы, или еще какие-то технические собеседования, а потом, в зависимости от компании. Кто-то тебя сразу в команду определяет, кто-то тебя спрашивает, что ты хочешь, кто-то спрашивает, что ты хочешь, и пообщайся с этой командой о том, что ты хочешь. И так далее. А как ты готовился к алгоритмической части? То есть вы использовали какие-то там, не знаю… Купил премиум на Лидкоде и решал задачи на Лидкоде. Для Блумберга, да, конкретно? Да, конкретно для Блумберга. А подожди, типа ты узнал заранее, что тебя берут, и у тебя какое-то было время для подготовки? Или как там вот происходит? Ну, мне написали, давай пособеседуемся. Я сказал, хорошо. Назначай дату. Я назначил через две недели, две недели решал. Отсобеседовался. Потом, когда сказали, вот второй собес, давай, я говорю, давай, и продолжил готовиться также. Ну, два месяца у меня были алгоритмические два собеса. То есть там как-то с расписанием у них так произошло, что два месяца. То есть два собеса, но по временным рамкам это два месяца жизни. Ноябрь, декабрь. Потом систем дизайн был после новогодних праздников в январе, и потом HR где-то в конце января. Ага, окей. А ты написал статью как раз в конце февраля, то есть когда ты уже, или после? Ну, в марте это было там, пока я собрался с мыслями. Окей. А когда ты вот начал подаваться на эти все стажировки, то есть вот был вопрос из зала, не будет ли поздно, сейчас, не будет ли слишком поздно в октябре подаваться на стажировки? Ну, смотря куда. То есть, например, сейчас многие еще просто не открыли стажировки. Ага. Многие открыли. Например, я слышал кейс, когда человек чуть-чуть позже подался, чем я в Bloomberg, у него были собесы, а потом в Bloomberg просто закончились места. Ему сказали, ну, дружище, давай в следующем году еще раз с тобой пообщаемся. В Google, например, наоборот, в октябре открываются собесы, если Google и Европа. А вот те, которые сейчас открываются, например, которые ты знаешь, они уже, они как, будут держаться еще или, ну, то есть, Palantir они там как, не знают? Ага. 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 технологии, то есть в какой команде в Bloomberg ты работаешь? Команда называется Real-Time Enterprise Feeds. У нас проект, на котором я работаю, это Bloomberg Enterprise Access Point. Это штука, в которую можно прийти как физическое лицо или как какой-нибудь хэш-фонд или еще кто-то и купить себе данные за последние 10 лет от компании IBM, из открытых источников. Просто если вы хэш-фонды, вам нужно простроить стратегию какую-то, вам для этого нужно много данных, а самим данные собирать сложно, мы их можем вам продать. Точнее, не просто пачку продать, а настроить, например, мы их вам будем поставлять. Ага. Интересно. И у вас там, получается, работаешь в глазами данных, что собирать или с какими-то сущностями тебе приходится... То есть ты говорил про то, что ты инфраструктуру как раз для этого процесса делал? Да, у нас есть. Или как? Оно уже работало, но оно работало плохо, ну типа хреново. И в итоге получилось так, что пришлось полностью переделать. Вау. Ага. Ну то есть у нас там есть несколько сервачков в нескольких дата-центрах. Вот. Эти сервачки берут данные откуда-то и начинают их класть куда-то или отправлять. Ну, данные, когда перекладываешь из места в место, это хорошо. Ну то есть ты их копируешь, чтобы если один сервак упал, то из другого эти данные можно было получить. Ага. Дубликация называется. Или отправляет клиенту. И ну нужно было там некоторые штуки соптимизировать. Ага. И ты как бы что-то читал или как ты подходил к решению? Ты сказал то, что это полтора месяца заняло времени, то есть... Ну где-то около полутора, да. Ну в месяц, скорее. Ну как бы вот команда сказала, Максим, у нас есть вот такая идея. Подумай над альтернативами. Я сидел, думал над альтернативами. Ну то есть в итоге конечное решение это у нас лидер election, когда у нас только один сервачок работает, а остальные не работают. Потому что это, ну, подходит для нашей конкретной задачи. Там были другие решения. То есть у меня еще есть ментор, который говорит, вот можешь в эту сторону покопать. Или я какое-то. Я там предлагал решение, когда, ну, есть кэш Redis, распределенный кэш, в которой мы клали какие-то данные, чтобы что-то не происходило. Я говорю вот настолько в общем, потому что я не все могу говорить. У меня NDA, мне вот сейчас надо было репорт в универх писать, а у меня NDA. Я, типа, максимально абстрактно рассказываю, насколько мало. А ты, кажется, писал еще в чатик то, что ты спрашивал у своего научника про то, можно ли, как писать, да? Ну то есть у своего ментора. А вот у тебя ментор, он сам тоже на этой задачи работать или кто он? Ну то есть по статусу и по уровню. Нет. А, короче, смотрите, в Блумберге не все так, как в, например, в Гугле или Яндексе или Фейсбуке. У нас нету левелов. Ну то есть вот, я, наверное, знаю про Гугл или Фейсбук, что у них там есть левел 6, левел 7. Ну типа, джун, стажер, сеньор, мидл, тимлид и так далее. В Блумберге есть стажер, просто я стажер, есть софтвер инженер, просто ты инженер. Через три года ты всегда автоматически становишься сеньором. Вот. Ну три года у тебя просто статус меняется на сеньора. Дальше, как ты по жизни растешь, уже от тебя зависит. Хочешь, уходишь в менеджмент, дальше идешь по менеджменту, по лестнице. Хочешь, остаешься сеньором. Вот. То есть, например, как я понимаю, левелы в Гугле или в Яндексе или Фейсбуке, они зачастую обозначают как раз-таки различия зарплат в том числе. У нас evaluation происходит каждые полгода, и ты можешь быть софтвер инженером, как и софтвер инженер рядом с собой. То есть, у вас одинаковый статус, что прикольно. Значит, вы можете, ну, это такая инклюзивная штука, что вы все на самом деле на одном уровне, но зарплаты у вас сильно могут отличаться. Интересно. А сейчас я не очень понял. Есть какая-то причина объяснения тому, почему так сделали? Ну, потому что вы, чтобы не было такого, что вертикаль в компании, когда у тебя есть начальник, там начальник, а у нас все горизонтально. То есть, у нас такой open space, вот там кто-то сидит, вот там кто-то сидит, и ты можешь к любому подойти и, типа, спросить, а что мне делать, что мне с вот этим делать. Если у человека не митинг, будь не особо занят, он тебе всегда поможет. Однако у нас есть еще выделенные сотрудники, так называемые чемпионы. Чемпионы, у них такая большая-большая стелла стоит оранжевая на столе. Ну, это как бы люди, которые самые крутые в компании, в какой-то технологии, в языке или области. Если, например, там, у тебя что-то в команде не получается, тебе не может помочь твой ментор, тебе не может помочь твоя команда, ты задал вопрос в корпоративном чате, там тебе никто не помог, ты идешь к этой стелле, там сидит чувак, ты ему говоришь, помоги. Ну, если он не помог, значит, ну, уже никто тебе не поможет. Значит, надо что-то с этим делать. А у тебя бывают такие случаи? Не-не-не. Ну, я просто общался там с другой командой из Нью-Йорка, Максим. А, вот, кстати, по поводу еще Bloomberg, есть в Лондоне офис большой, который у нас есть здесь, а еще есть в каких-то других странах, и где вот, ну, то есть, если у тебя есть... Есть три офиса в Нью-Йорке, три. Там головной офис такой, Bloomberg небоскрыл, у него, как бы, Bloomberg, если что, это еще и фамилия. У нас гендиректор, ну, да, гендиректор у нас Майк Блумберг, он основатель такой очень крутой, интересный мужик, который, сказать, Bloomberg 40 лет в компании, Майк Блумберг, наверное, больше. А, понятно. Соответственно, там головной офис в Нью-Йорке, еще два офиса маленьких. Есть офис в Тель-Авиве, есть офис в Токио, есть офис в Швейцарии и Луганах, и есть офис в Германии. Ага, а, ну, то есть, это большая, underscore 40 лет компаний, окей, понял, поэтому она такая большая. Ну, мы большие, да, но у нас, как бы, 25-30 тысяч человек в компании. Ого. А какой основной продукт, или там уже очень много продуктов, то есть, вот как ты можешь описать, чем они занимаются, чем вы занимаетесь? Bloomberg терминал. Основной продукт – это Bloomberg терминал, то, на чем все это, то, на чем зарабатывает компания. Bloomberg терминал – это терминал, если можно так выразиться, но по-другому его не описать. Короче, это приложение какое-то, что-то, которое ставится на твой ноутбук или компьютер, или поставляется тебе, как компьютер, как было раньше, поставляли железя просто. Вот так, два монитора, штатив и свое железо. Вот. Почему Bloomberg терминал, вот это 40 лет он существует, в чем суть? Это было сделано для того, для финансистов в большинстве своем. То есть, это приложение, в котором ты можешь найти любую интересующую тебя информацию. Ну, любую. Вот. Например, нам показывали, ну, любую. Вот, например, что вчера купил Тимфук, какие акции. Пишешь, вот, вот, Тимфук купил эти акции. То есть, это как поиск, типа, устроено? Как, там, поисковая строка, то есть, ты можешь… Ну, там, строка с командами. А. Это как крутой глаз бога. Грубо говоря, но понятно, что по открытым данным. То есть, ничего проприетарного там нет. То, что открытые данные появляются раньше в выборах терминалей, и поэтому этим пользуются трейдеры и финансисты, и кто бы то ни было. Потому что, ну, продают, покупают и так далее. Например, есть вот интересное, что нам показывали на демо. То, что можно в лайфтайме отслеживать все баржи, которые везут топливо, бензин. И знаете, какая компания везет этот бензин. И вот ты смотришь и видишь, что вот там, не знаю, вот, короче, все, потопили баржи. Можешь на акциях быстренько сыграть. И очень-очень много информации. Это вот основной продукт, на котором все держится. Он стоит подписка, он подписочный. В месяц подписка стоит 2,5 тысячи баксов за одну штуку на одного человека. Наверное, есть какие-то корпоративные скидки, но я не знаю. Это вот то, что я могу из открытых информаций найти и сказать. Вот. И у нас примерно 350 тысяч клиентов. Несложной математикой можно посчитать, сколько в месяц зарабатываем только на терминале. Потому что у нас есть новости свои, Bloomberg News. Вот. Это, наверное, то, на самом деле, в общей массе, почему Bloomberg известен в России. Именно про новости. Потому что на Западе я был удивлен, что здесь, типа, люди на улице знают, что такое Bloomberg и чем они занимаются. В России мы не так известны. А вот новости там? Да, вы решите. В общем и целом мы не так известны. Что про новости? А я хотел спросить, а вот новости там тоже какой-то бэкграунд? То есть там тоже какие-то фичи на плюсах написаны или на Java и так далее? Или как? Ну, то есть новостная лента там? Я не знаю. Ну, я не знаю, что там есть. Ага, окей, я понял. Ну, то есть у меня новости. Наша команда получает новости от кого-то. Ну, у нас какой-то pipeline сделан. Мы получаем новости, парсим. Есть у нас штука, которая вычленяет из них какую-то полезную информацию, которую мы продаем в сжатом виде людям. То есть им зачастую нужна какая-то информация. Вот есть компания IBM, сколько за 10 лет у них положительных, нейтральных или отрицательных отзывов в статьях упомянутых про IBM. Какая-то такая информация важна хэдж-фонду. Ну, или то, что они попросят. А, да. Погоди, они вам задают какие-то условия на данные, которые им нужны, и вы им потом присылаете на почту как-то так или как? Ну, грубо говоря. А, понятно. А у вас идеи там... Ну, то есть такая же бумага, как в России, или какие-то там другие условия? Ну, там, я не знаю, там, условия из разряда. Типа, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Что-то такое. Нельзя там, ну... Ну, да. Фоткать офис можно, но нельзя фоткать офис, если там люди. Ну, это так себе воспринимается. Нельзя в офисе ходить вот без бейджика. Бейджик у меня. Ага. Вот я забыл бейджик на рабочем месте, поднялся, типа, вот... Чай себе налить на шестой этаж. Там у нас большая-большая столовая. Ага. Меня охранник такой, оп, что без бейджика? На рабочем месте залип. Он, подожди, вызывали другого охранника. Они со мной идут, смотрят, да, вот, все. Бейджик, бейджик. Все. Робоемый, чтоб ты их него... Нет, один остался, другой меня специально повел. Ага. Окей. А ты не могу немного рассказать про корпоративную культуру вот в Блумберге? Потому что это вот один из вопросов, в котором могут быть спрашивали о мотивационных собеседованиях. Вот, как бы, очень правильное решение топить за то, что горизонтальность. И не бывает такого, что ты подходишь к кому-то. Вот у меня была прекрасная ситуация, я, как бы, человек курящий, осуждаете, что хотите, делаете. В компании у нас осуждают курящих, осуждают сильно. Вот. Но я вышел покурить, стою, курю. Мне подходит девушка, ну, мы с бейджиками, вот, такая, типа, что, как, кого, я, стажер, ага, прикольно. Ну, просто какой-то смолток, она попросила зажигалку, мы с ней постояли, покурили, и тут за ней подъехал майбах с водителем, и она уехала. Я такой припух, чуть-чуть такой. Вот. У нас есть своя корпоративная система, где можно найти типа, людей. Ну, я посидел, потыкал, оказалось, что она у нас там далеко-далеко на верхушке. Вау. Может звучать как байка, но потому что я, когда спрашивал у людей про Блумберг, почему, почему Блумберг кайфоват, мне все говорили про горизонтали. Вот это был первый раз, когда я прям, ну, почувствовал горизонталь, когда со мной там курит второй человек после села лондонского офиса. А может ли, не было случаев, когда кто-то подходил реально из таких больших людей? Ну, их нету почти. То есть, типа, сейчас же ковид, вообще у нас в офис сходить не обязательно, а стажировка у нас официально полностью удаленная. А мне просто в офисе нравится, я в офисе никогда не работал. Да. Ну, до этого момента. Поэтому я хожу в офис. Ну, как бы, вот я общался там, там за столом сидит молодой человек, который из России. То есть, он просто увидел, что я сидел, смотрел там Дудя на рабочем месте. Ну, в плане, просто сидел, у меня видосик играет, а я что-то пишу. Он такой, типа, йоу, пойдем кофе попьем. Потом, там, еще с девушкой мы познакомились в чате русских экспатов в Лондоне, которая тоже в Блумберге работает. Вообще, много очень русскоязычных в компании, в Лондоне в том числе. То есть, например, интересный факт, сетё Блумберга чувак по имени Влад из Питера. Сетё, это прям непосредственно кто отвечает за всю техническую часть? Технический, главный, главный, самый главный инженер. Есть Миша Блумбер, а есть сетё Влад. Я вот тоже офигел. Вау, это реально очень забавно, ну, интересно. Это просто часто возникает вопрос о том, что, а как, вот, там, чувствуется ли разница между российским образованием и заграничным, смотря как ты учишься. Учишься хорошо? Нет, он уже за границей учился. Нет, он в Питере учился. Он СПБГУ закончил. А, прикольно, окей, понял. Вот сейчас Анна спрашивает, у тебя собеседования, которые ты по четыре раскололи, они были все удалённые или как? Да, да. В этом году так. До этого, вообще, как тут жизнь была до ковида, я надеюсь, когда-нибудь она снова станет такой. После первого собеседования телефонного вам Блумберг делает визу, покупает билеты, привозит вас в офис, где вы проходите за день все три собеседования оставшиеся. Живёте, вам всё оплатили, и потом обратно улетаете. И вам там говорят, прошёл, не прошёл. Плюс летом у нас есть Блумберг пикник, до ковида это тоже было, это когда вот эту всю Араву в 6000 человек, плюс одного человека каждому, ну, типа, девушку, жену, парня, мужа или любого другого партнёра, берёшь с собой и вот на автобусах людей, ну да, на автобусах корпоративных, просто вывозят на какой-то очень крутой пикник за горо, на озеро. И там, как я понимаю, у них трёх-четырёхдневная тусовка, типа, раньше это было очень круто, то есть я спрашивал и у себя в команде, у Ани, а, у меня тимлит русская, если что, тоже. Как девец. Она из Новосибирска, но ещё и в Питере жила некоторое время. Они такие, вот, типа, грустно, Максим, не повезло тебе, что ты не поедешь на пикник, в этом году не проводят. Вот. Окей. А когда ты прошёл на стажировку, то когда тебе какие-то плюшки какие-то и какие были, ну, то есть какие были плюшки там от Bloomberg, как к новому сотруднику и когда они пришли уже, после того, как ты именно приехал или они какие-то что-то тебе прислали, там, какие-то открыли доступы там для Bloomberg? Ну, плюшки, плюшки, короче, первое, relocation package, то есть дали им денег на то, чтобы я снял квартиру, переехал, оплатили билеты, понятно, туда и обратно, да, да, всё, всё оплачено. Ну, ноут рабочий, прислали мерч. Прислали даже? Ничего, сразу как ты прошёл? Ну, не, не, мерч, как бы, его прислали к стажировке. Когда сразу прошёл, подписал договор, это, как бы, ну, типа, окей. То есть я не просил мерч прислать мне в Россию, потому что, ну, он мне в России зачем нужен, плюс он задержится на границе, я его просил сразу в квартиру в Лондоне. То есть я приехал, у меня в квартире уже был мерч, ну, у меня соседи занесли его. Да. Потом из-за того, что стажировка удалённая, то по закону Великобритании, если ты 30 дней, 30 дней работаешь удалённо, а вообще, на самом деле, просто 30 дней работы, что тебе выплачивается 500 баксов на то, чтобы ты обустроил себе рабочее место. Там стул, монитор, клавиатуру, я не знаю. Ну, это, как бы, открытая информация, поэтому могу про деньги сказать. Вот дали денег на то, чтобы монитор купил. Ты его там потом оставишь или, типа, как с ним поступаешь? Я второй чемодан купил, чтобы монитор увезти. Мне очень понравился монитор, типа. Я решил, что я его увезу. Круто. Сейчас ты каждые 30 дней дают? Нет, нет, один раз. Типа же, не надо каждые 30 дней монитор покупать. Ну, как бы, в офисе у нас завтрак и обед, ужина у нас на текущий момент нет, потому что до этого вроде бы был, но сейчас его нет, потому что, типа, у людей в офисе не так много и так далее. Чай, кофе, снеки, куча-куча-куча всего. Типа бесплатные или что? Конечно, да. А, прям ты заходишь на обед и берешь, что хочешь, даже надо ничего проплачивать или какая-то карточка, или как это? Нет, просто, что хочешь, берешь. Ну, то есть, вечером приходишь с пакетом, две связки бананов, 20 яблок и пошел домой. Окей, не вопрос, типа. Если надо, бери. Главное, чтобы работал хорошо. О, ага. А кто ни за что не платит. В смысле? Ну, ты не платишь за еду от слова совсем. А, да, да. Ну, понятно, бесплатная канцелярия какая-нибудь, там, ручки, стандартные такие всякие штуки. Ну, типа, это немножко отличается от российского подхода к культуре в этом плане. Я так полагаю. Ну, как минимум, вот, где я работаю, там, в Каспельском не так, конечно. В Яндексе, видимо, тоже не так. У них какие-то выплаты за еду вроде бы. Нет, у нас кормят. Кормят. Ну, кормят нормально по модулю того, что я не ем рыбу. А у нас, вот, все очень любят рыбу, и, типа, там, два раза в неделю у нас дают стейки из лосося. Я такой, спасибо. Стейки, типа, как, ну, то есть... Ну, красная рыба, такой, стейк. Типа, там, один раз в неделю на пару, другой раз в неделю поджарен. Ага. Вот, а я беру себе, там, веганский обед и сижу, жую, блин, брокколи. Ага. Очень. Мне грустно. А из набора-то ты скидывал в канал, там, типа, толстовку, футболку и так далее, типа, какой-то мерч? А, ты искал? Ну, это вот прислали его, да. Ну, там сейчас еще дошлют вроде бы. Потом мне прислали вот такой кип-кап, ну, типа, кружечку. Ага. Вот. Потом у меня еще один, там, стажер, Валик, он получил еще полотенце, шоппер и попсокет. Ага. Мне еще он не доехал. Может, в офисе отдадут. Ага. Еще две майки накинули. Ну, короче, всяких таких мерча нужно одеться и семью одеть. Окей, Макс, а там сейчас Мухаммаджан задал вопрос, мы сейчас к нему вернемся. Я хотел сейчас спросить, а там как относятся к новым сотрудникам, то есть, как бы там прям реально ценят людей или вот есть ли такое у тебя еще какое-то почувство или, ну, не особо выражается, то есть, вот как ты можешь сказать по этому поводу? Ну, вообще, типа, все ок. Угу. То есть, у меня никаких проблем не было. Единственные проблемы, которые у меня возникали, это из-за того, что, возможно, то, что я, ну, как бы, я не нейтив спикер на английском языке, и некоторые вещи, которые я формулирую, могут показаться грубыми. Вот. Не то, чтобы мне кто-то говорил, что я грубый, но просто я вот видел по лицу своего ментора, что я ему что-то сказал, он такой, ой, типа, а что так, ты так жестко. Ну, я потом ему объяснил, типа, Кристиан, ну, так и так, я вообще никогда не пытаюсь тебя нагрубить или обидеть, просто вот могу так случайно сделать. Если что, говори мне. Он такой, да, типа, не вопрос. Ага. Плюс того, вообще, плюс Лондона, то, что здесь англичан примерно ноль в городе, в принципе. Удивительно. Но здесь, типа, все отовсюду, и англичан найти крайне сложно. И поэтому тут такая мультикультурная стезя, в которой все живут, и, типа, мало где тебя кто-то как-то оскорбит. Тут есть уголовная ответственность за оскорбление религии, расы или чего бы то еще ни было. А в компании, как к новому сотруднику, ну, хорошо относятся, всегда помогают в команде, как минимум, в компании, в принципе, тоже. Охранники улыбчивые. Если у тебя есть бейджик, охранник тебя любит. Если ты просто идешь с улицы без бейджика, охранник тебя, типа, готов убить, потому что ты хочешь что-то украсть из компании. Ну, то есть, вот. Ага, окей, да. Рандомный человек с улицы сюда просто так не зайдет. Ага, окей, понял. И вот сейчас пока, ну, как раз, на самом деле, вопрос Мухаммаджанов в тему. Но я просто могу сейчас забыть то, что хотел спросить. Ты не мог бы еще сказать про то, вот, я правильно понял, что ты, как бы, можешь подойти к любому человеку даже, пусть который работает не в своей тиме, и спросить его вопрос просто рандомный, и он тебе подскажет, то есть, по технической, это по технической части, то есть, как в языке работает или что? Ну, любой вопрос. Ага. Вот я подошел, вот там чувак сидел, потому что я был один в офисе, и пришел второй чел. Я ему подошел, говорю, у нас есть чатик с едой, типа, что сегодня там дают на обед. Он говорит, чатик тоже есть, есть команда в терминале. Показал, рассказал, я такой, о, спасибо. В терминале это который? Бломберг терминал, да. А, команда, как найти часть, окей, я понял. Окей, вот сейчас вопрос, все-таки, не было ли у тебя проблем с английским? Смотри, тут есть две части. Первая, это вот, когда, во время прохождения собесов, то есть, как ты ботал английский, и были ли у тебя сложности именно в объяснении? Вот давай так учись пока часть, то есть, вот, про собесы на английском. Английский я учил с детства, поэтому проблем у меня не было с английским. Максимум из того, что я делал, это нот переставил на английский, смотрел видосики на английском, чтобы просто привыкнуть к речи. Вот, на первом собеседовании у меня была девушка из Индии, поэтому было немного сложно с акцентом, но, типа, все все понимают, поэтому если переспрашиваешь, все отвечают не вопрос. Так что с английским проблем особых у меня не было. А ты, типа, занимался репетиторами или что? Я ходил в школу. Есть школа, называется International House, она по всему миру есть, такая сеть. Вот там учишься английскому языку. А, окей, понял. В группах, можно, наверное, индивидуально. Ага, окей. И, сейчас, может, есть какие-то дополнения вот по этой теме, то что, то есть, ты конкретно какие-то технические части, по сути, не об этом. Ты как-то тренировался вот к собеседованию? Я прописывал. Я вот, что я сделал, это я прописал док, в котором предполагаемые вопросы, которые у меня могут спросить, и как бы я на них отвечал. С точки зрения мотивации? То есть, мотивационные какие-то вопросы? Да, в большинстве. Ну, и мотивационные, из разряда «расскажи о себе» и что бы то ни было друг. Вообще, собеседование проходит так, что есть 15-минутная сессия в начале, потом, типа, 30 минут техническое интервью, и 15 минут в конце. 15-минут в начале – это, типа, просто поговорить, что, как дела, расскажет тебе интервьюер, кто он такой, должен рассказать, ну, как должен. Хорошо было бы, если бы ты ему рассказал, кто ты такой, ну, и просто какие-то такие вопросы. Потом техническое интервью. 30 минут? И в конце. Ну, да, да, этого достаточно. Одна задачка или как? Одна или две. Вот, например, у Варика, у него на каждом собесе было по две задачи, потому что он их быстро решал. А я принял волевое решение, что я буду задачу решать долго, потому что я не хочу решать две задачи. А как аргументировать, что ты долго решаешь задачу? Это рассказывать и все время говорить, о чем ты думаешь. Ага, ага. Ну, и там задача была какая-то, там, калькулятор контрированный, не помню. Калькулятор? Дано число x, дано число x, у тебя есть две операции, умножить на 2 и целочисленно разделить на 3, получи число n. А. Вот. И я там вначале описал решение с долбанутой асимптотикой за факториал, факториале, на факториале и факториалом погоня. Вот. Она такая, кажется, что это не очень хорошо, Максим. Я такой, ну, да, можно улучшить вот так там. Один раз улучшил, второй раз улучшил, доходишь до конечного хорошего решения. То есть основное, что Бумберг рекомендует на своем сайте про, ну, как готовиться к собесам и, в принципе, что рекомендуется, это показывать, как ты думаешь. Ага. То есть, например, я ни разу, по-моему, я вот на первом собесе запускал тест и все. На втором собесе у меня, то есть код даже не компилился, по-моему, и это не нужно. Главное, чтобы ты мог объяснить, что происходит, донести идею и адекватно это написать. А у них там свой какой-то редактор или ты в своем просто шевел и кран? Хакер ранг. А, окей. Это известно. Ага. Так, это сейчас было как раз про собеса. А когда ты как раз переезжал в Лондон, то там у тебя не возникало сложности, то есть по поводу английского взаимодействия с людьми и вообще, как ты чувствуешь ли ты буст, вот, вопрос от Мухаммаджан, из-за жизни вот в Лондоне, то есть самостоятельность и вот как бы английский, вот как это тебе помогло? Нет, буст английского, безусловно, есть, потому что все митинги на английском, на улице ты на английском, на русском только там с семьей или с девушкой, или с к кому-то созваниваешься, или в универе. Поэтому буст английского, безусловно, есть. Какие сложности были? Ну, сложности были вначале просто тупо непривычно. Это такие банальные сложности, но типа все всегда... Вот я прилетел, простоял два часа в очереди на границе, прошел границу, меня дядя полицейский остановил, спросил, а что у тебя есть там сигареты или табак? Он сказал, есть, сказал, сколько, я ему сказал, сколько, он такой, правда, я говорю, правда, ладно, иди. Я вышел, все, Wi-Fi у меня нет, интернета у меня нет, надо на метро добираться до дома. Захожу в метро, а как бы, ну, откуда у меня, типа, ну, то есть Wi-Fi в аэропорту был, а за аэропортом его нет. Сим-карту я решил, что в аэропорту не буду покупать. Сел в метро, ставил курить, куда мне ехать. То есть у меня был скриншот на телефоне с Google карт, я ориентировался по нему и потому, что нарисован в метро. Меня вот так мужик пнул, говорит, типа, что ты откуда? Я говорю, вот, там из России, он такой, достал из-за пазухи карту, такой бумажную, такой, куда? Я говорю, сюда. Так вот так, вот так, вот так. Я такой, о, спасибо. Он отдал мне карту, сказал, все, давай. И вышел, ушел. А, он тебе показал, куда садиться, типа? Он мне показал, куда мне ехать, отдал мне карту, чтобы я сам следил, сказал, как лучше проехать. То есть это было такое довольно приятное первое впечатление. Ого, ничего себе, правда, прикольно. А вот, кстати, по поводу первых впечатлений, а вот после того, как ты пообщался с людьми и вообще пожил в Лондоне, есть ли, сложилось ли какое-то впечатление о вообще, в принципе, людях, то есть то, что они немного отличаются от русских, не знаю, подходей? Ну, люди, во-первых, здесь все разные, во-вторых, все улыбаются, и непроизвольно или произвольно приходится им улыбаться в ответ. Но люди совершенно разные, и людей очень, как бы, разные, и поэтому их много, много разных людей. Но из плюсов то, что из-за того, что здесь нету коренных англичан, здесь не возникает такой проблемы, как понаехали, и плохого отношения к мигрантам, потому что здесь каждый третий, наверное, даже каждый пятый, это англичанин, а четыре человека из пяти – это мигранты. И поэтому никаких проблем в этом плане не было. Из проблем, которые есть в Лондоне, которые можно описать, это то, что мусор на улицах, например, если сравнивать с Москвой, Москва вылизанная, типа вообще. А здесь у них вот так принято, они оставляют мусорные пакеты, у себя перед дверью на улице, но их вывозят. Вот так у людей здесь принято, было непривычно. И второе, в Лондоне хоть и не легалайз, и не декриминалайз, но травой здесь пахнет на каждом ходу. И как бы люди здесь, ну вот к этому надо привыкнуть. Еще много пьют. Как бы в России мало пьют. А, здесь необычный план. Да, здесь типа вот, блин, выходишь из офиса в 2 часа дня, пап перед офисом забит. Но в то же время здесь никто не буянит. Меня за эти 3 месяца ни разу никакой проблемы у меня не было. Даже в мою там сторону просто не смотрел. Ага. Окей. Да, я понял. Ну да, про людей как раз интересно было послушать. Сейчас небольшой вопрос в сторону. Были ли... А, в смысле, вот тут есть вопрос такой. Следко попадались ли какие-то задачи на собесе? Попадалось, которую я не решал. Но потом я ее нашел. Ну, типа, после собеса. Ага. А по уровню как это, типа, easy, medium, сложные были задачи? Или как ты вообще, типа, быстро придумал алгоритмы вот для своей алгоритмической таски? Ну, medium. Medium задачи были обе. То есть, хардовов не было. Угу. Окей, понял. Хорошо. Ребята, есть еще что-то есть? Пишите. Еще есть плюшек. Это скидку в зал дают. У вас есть в Bloomberg или какой-то отдельный? А, нет, отдельный. В офисе зала нет, но просто вот скидка в зал рядышком. А, это тебе нравится зал? То есть, ты ходишь? Я хожу туда, да, там хорошо. Ага. Душ, баня, полотенце, все, что надо есть. Макса, ты далеко? В офисе у нас тоже душ есть, кстати. В офисе? Да, ну, типа, если на велосипеде приехал, как утверждается, я просто ни разу не приезжал, и людей не видел таких. Ну, то есть, не, я видел тех, кто приезжает на велосипеде, но не видел, чтобы кто-то ходил в душ. Ну, типа, вот, можно сходить в душ. Ага, угу, да, понял. А ты далеко живешь от здания или как? 30 минут от двери до двери на метро. А, а, там метро, ага, окей. А обратно я еду на автобусе с утра, и просто на автобусе мне надо, типа, слишком рано встать. Метро в Лондоне хреновое, это как бы факт, потому что, ну, ему, типа, 200 лет, я не знаю, 150 лет. А, вот сейчас эти, типа, у них раньше появилось, чем в Москве? Это первое метро в мире. А, прикольно. Поэтому. Ага. Окей. Узкие тоннели, низкие поезда, но, как я понимаю, это только на моей линии. То есть, я проехался на других, и там, типа, кайфово. То есть, там, как в Москве USB эти розеточки, все пироги, плода цивилизации. Да, я понял. А еще небольшой вопрос по поводу, вообще, процесса разработки. То есть, у тебя как, ты в соло решишь какую-то задачу, или у вас есть команда, где вы созвоны делаете, или как у тебя часто созвоны проходят, вот как проехали? У меня от двух до трех митингов в день. У меня митинг с утра, который больше приурочен к ковиду, ну, чтобы просто созвониться, пообщаться, как дела, и так далее. Неформальный. Тьяга рассказывает. Тьяга – это мой командник про кошку свою, там, еще что-то. Второй митинг – это стендап, просто вроде дейлик, или что-то такое. Это где просто рассказываешь, что сделал за день. Потом есть митинги, где рассказываете, ну, митинг, когда планируется спринт на следующие две недели, какие задачи будут решать, будут решать, и кто их будет решать. Каждая задача оценивается от одного до пяти по сложности, и делаем так, чтобы у нас максимум, ну, то есть, сумма всех сложностей не превышала, там, 20-25. На человеке, или что, или в смысле? На всех, на всех. А, окей. Потом рефайнмент – это когда задача закончилась, например, за неделю вы сделали, чтобы поменяться, там, задачу взять другую, еще одну себе. И ретроспектив – это когда рассказываешь, ну, какие-то, человек какие-то вносит поинты, и ты доносишь тоже свои поинты, типа, что тебе понравилось, давайте продолжать это делать как команда, или что нам не понравилось, мы больше не хотим это делать, или давайте что-то начнем новое делать. Ну, ну, в общем и целом, в день, там, два митинга. Ну, вы начались каждый день, окей, по два митинга, прикольно. Ну, ну, это, типа, к этому привыкаешь, и приятно, что это так, у тебя деньги разграничивают. А, да, понял. Очень четко. А, смотри, а у вас есть менеджер, или вы с TeamLeadом именно общаетесь, командой? Ну, у нас TeamLead, Аня, у меня ментор, Кристиан, и вся команда остальная. В команде у нас шесть человек, включая меня, нас семь. Ага, то есть нет того человека, который бы прям задачи распределял, не кодил, а распределял, или… Ну, это TeamLead. А, окей. Считается. Ну, то есть, нет, Аня вроде очень редко пишет, если хочет, то напишет. А ты с ней на русском? Ну, просто… Что? Ты с ней на русском можешь говорить, да? Ну, у нас, когда с ней one-to-one митинги просто, рассуждения… Раз в неделю у меня еще митинг с Аней. Ага. Как дела, как стажировка, мы там с ней на русском говорим. Ну, просто нам так удобнее. Она спросила тебе, ок, я сказал мне, ок, и все. Да, ужасно. Припали. Уживаться. Да. А вот смотри, по поводу еще такую корпоративную, как бы мессенджеры, или у вас какая-то своя система самописная, или что-то там используется от чего, от кого-то? Ну, то есть… Ну, то есть у нас… Это от команды зависит. То есть кто-то у нас использует Slack, кто-то у нас использует там еще что-то. У нас есть свой чатик корпоративный, IB называется Instant Bloomberg. Это вот он, типа, вот, когда я пришел, мне показалось, нахрена нам свой чат? Вообще, что это такое? А этот мессенджер, блин, был создан там 20 лет назад. Поэтому, когда Telegram и WhatsApp еще не было. И работает он прекрасно, приносит очень много денег, потому что трейдеры в нем могут, ну, хочешь что-то купить, или там провести какое-то слияние, например, двух компаний. Эти слияния происходят в этом чате, что удивительно. Прикольно. Ну, вот, да, такой корпоративный чат у нас есть. Ну, вот, в моей команде мы пользуемся им. В команде Валика ему он очень не нравится, потому что он не разобрался, как отключить уведомления. Их в команде используют Slack. Ага. Окей. А вы, кстати, не подскажешь, а в Англии там вообще знают про Telegram, то есть используется этот мессенджер, нет? Нет. Ну, как бы, СНГшники используют. Видимо, люди из Ирака, или Ирана, или Афганистана используют. То есть, вот, можно узнать, где Telegram популярен на сайте Telegram, а вот у них клиенты вот отсюда. Ага. Это СНГ и вот, как бы, арабские страны. Здесь народ пользуется WhatsApp, но мы их переучиваем на Telegram по чуть-чуть. Типа русский, а ты используешь Telegram, ну, для каких-то… Ага. Ну, для всего примерно. Ага. Окей. Понятно. То есть, я не знаю, типа, у меня нет Инстаграма здесь, наверное, народ, видимо, еще Инстаграмом пользуется активно. Фейсбуком. Я ходил. Фейсбуком. То есть, тут монополия Фейсбука. Угу, угу. Окей. Да, я так понял. Так, сейчас посмотрим, какие были вопросы еще у ребят при самом начале. Как заставить компанию обратить внимание на резюме, если вуз не в топах? Так, интересный факт. На Западе никто не знает про российские вузы почти ничего. Образование, то есть, вообще неважно какое? Ну, они, как бы, ну, вот, HR, который, не знаю, 20 лет прожил в Греции и потом 5 лет работает где-то HR. Вот откуда он должен знать, что такое MSU? Ну, Московский государственный университет. Хорошо. Ну, для нее и новосибирский государственный будет примерно тем же самым. Ааа. Поэтому, типа, ладно, вот, если бы вы учились в MIT, тогда да. MIT все знают. Сачушетский, США. Вот. Про университеты могут знать инженеры, но на первом этапе инженеры на ваш универ не смотрят. Ну, точнее, на ваш универ не смотрят инженеры на первом этапе. На него смотрит рекрутер. И у рекрутера, как бы, есть такой очень четкий план. Она смотрит, когда вы выпускаетесь, она смотрит на ваш факультет. Ага. То есть за 20 секунд, если вы рекрутера не заинтересовали, то вы не прошли. Но это не значит, что резюме должно выглядеть и пестрить картинками или фотографиями. А чем конкретно можно заинтересовать? Ну, ты должен подойти под паттерны, которые есть у рекрутера. У меня за плечами 20 мини-проектов. Вот что такое. У тебя, ты не можешь 20 мини-проектов написать в резюме. Хорошо, распиши три проекта. Или два, или четыре. Не знаю, есть ли опыт работы. Вот Джонни много очень советов дает по резюмешкам в СНС. Можете закинуть свое резюме, а Джонни вам раскидает, как как бы правильно делать резюме. И плюс мы очень хорошо побеседовали по поводу LinkedIn. То есть, Джонни рассказал про то, чтобы тебя находили рекрутеры. Интересная идея. А еще, чтобы ваше резюме рассмотрели, можно попытаться найти рефер себе. Потому что, если вам дали рефер, то, скорее всего, на ваше резюме хотя бы посмотрят. Зато зачастую может получиться так, что на него даже не посмотрят, а просто выкинут. Ну, внутрированно выкинут. Понятно. А ты не спрашивал какие-нибудь вопросы у ребят, которые сейчас в Bloomberg нанимают? То есть, какие-то инсайты со стороны сотрудника? Не спрашивал? У HR? Ну, да. Что можно было бы заюзать? Или ты уже в принципе… У них все на сайте написано. А. Ну, то есть, они больше информации не дают. Да, поймал вопрос там. Окей. Сейчас, здесь второе дополнение было. Методики… сейчас. Методики изучения новых материалов есть? Может, есть какие-то? Сейчас, пять секунд. А, нет. Методики… Методики изучения нового материала, может, есть какие-то? Мне кажется, что это… Гуглишь и читаешь. Так. Окей. Был еще вопрос про… Как проходит… Как проходит… Как проходит резюме скрининг, который проверяет парсеры? Так, правда, есть то, что какие-то… Ну, у нас… У нас… У нас… Я не знаю, есть ли у нас… Не знаю. Никто ничего не говорит. Ну, в гугле есть парсеры. Ну, в гугле есть парсеры. Вот там есть прекрасный шаблончик. Фаанг интервью называется. Вот берете этот шаблон и вот… Вы с ним всегда типа… Все с ним будет хорошо. То есть, не произойдет такого, что из-за того, что у вас хреново составлено резюме в плане формата, а не в плане контента… Вот… Вам откажут. То есть, с этим резюме, с форматом все будет хорошо. О, кстати, Макс, получается, что вот резюме, оно не должно никакими вообще быть… Как-то привлекать… То есть, там должно быть по минимуму информации, просто только то, что нужно как раз тому, кто ищет или… Да, не нужно писать, что вы, блин, собачек кормите. Не, про то, что не надо никак пытаться красивыми словами писать. Надо просто максимально подойти под эти шаблоны. Или… Ну, я считаю, что да. Ну, мое мнение таково. Что нужно просто четко, понятно, чтобы рекрутер прочитал и все. Когда вас позвали на собеседование, там можете уже крутить, вертеть носом, красивыми словами рассказывать о себе. А вот ты что-нибудь смотрел, какие-то видосы или какие-то книжки читал про то, как проходить тут behavior интервью, как рассказ про себя на английском? Ну, то есть… Я нашел человека, который работает в Блумберге и спросил у него, что это такое. Которые русские или что? Да, да. А, прикольно. А ты как вырос? Он просто сказал… Ну, в лондонском чатике есть чатик с людьми русскими, русскоговорящими, которые живут в Лондоне. Я написал… Ребята, я прохожу с обесы в Блумберг, может кто-то что-то подсказать. Он написал, давай созвонимся. Созвонились, пообщались. А это типа в Телеграме, да, чатик? Да, да. Ага. Окей. Как вы продолжите использовать и дальше? Вам интересный вопрос? Ну, то есть… Видимо, да. Видимо, скорее про подход, потому что тулы плюс-минус везде одинаковы. Ага. Вот. Ага. Ну, например, у нас никогда не было такого сильного и глубокого общения с командой. Ага. Прям красивых нормальных презентаций. Ну, в плане красивых нормальных презентаций, это не значит, что она там вырезанная с красивыми картинками. Это когда ты приходишь, я подготовил маркдаун документ, вот у меня есть несколько идей, и вы их начинаете брейншторгнуть. И, то есть, ты рассказал что-то, и команда такая, а-а-а, чел, это говно. Ага. Типа… Ну, то есть, не, понятно, здесь никто вам не скажет, что это говно. Вам, скорее всего, скажут, неплохая идея, но, как бы, хотелось бы и лучше. Ага. Вот. Менталитет другой у людей. Вот. Аня может сказать, что Максим, ну, тут, понимаешь ли, говно. Ну, то есть, такой… Мне вот очень понравился именно архитектурный брейншторг, когда я просто рассказывал архитектуру, и чуваки начинали спрашивать, а вот что вот тут произойдет, что вот тут произойдет. Когда у нас вся команда все вовлечены во все проекты. А. То есть, если, например, завтра Тьяго уйдет в отпуск на две недели, то ни для кого не составит проблемы заканчивать его задачу. Или заболел кто. Ага. Вот это правильно. Чем это достигается? Видимо, тем, что количество проектов не привык… ну, оно разумное для того, чтобы все понимали, что везде происходит. Ага. В общих чертах. А. Адекватное написание документации. Ага. Например, в некоторых компаниях, в которых я работал раньше, документации не было. И было больно. Особенно, когда ты приходишь, и у тебя нет документации. А как бы здесь документации застрелиться. У нас есть Google поисковик, а у нас есть Google. Google – это внутренний поисковик по внутренним ресурсам Bloomberg. Ага. Может, ну, есть такой график. Типа Google. Да, да, да. Такая и есть. Да, да. Ну, то есть, это классический поисковик просто по внутренним ресурсам. Тут помощник и друг. Есть там Tuti – это тоже какая-то команда по разработческим ресурсам поисков. Ага. Ага. Окей. А. Основное то, что вся команда знает, что происходит. Это очень хорошо. Ага. Окей. А вот у вас там, например, гид какой-то внутренний или как? Или вы используете GitHub или что? У нас GitHub Enterprise. Ну, как бы, у нас, понятно, что на своих серверах весь код лежит. Ага. Очевидно. Ага. Ну, то есть, мордочка у нас GitHub Enterprise. Ага. Ага. И у нас не монорепозиторий, если кому-то интересно. Да. То есть, у вас как, типа, нет вообще никакого монорепо? Ну, у нас есть пара-тройка маленьких монореп, но они нам не нужны. Ага. А сейчас… Ну, то есть, я спросил, почему у нас не монорепо, мне сказали, ну, типа, оно нам не даст буста, вот, а работы прибавятся, а мы деньги зарабатываем, нам это не нужно. Ага. Сейчас, а вот еще преимущество монорепо – это то, что тебе какие-то проекты, когда ты выбираешь, или какое преимущество у монорепо? Это у яндексоидов надо спросить, какие там у них преимущества А у них прям для Яндекса прям одна вообще монорепа для всех? Да, да, да. У нас просто еще почему монорепо не может быть, потому что у тебя очень ограниченные рулы. Ну, то есть, ты не можешь взять и посмотреть код другой команды. А. Ну, если он не открытый. Потому что там может находиться что-то, что работает с финансами или с персональными данными, а ты как бы не подписывал NDA для этих штук отдельно. Поэтому тут с безопасностью тоже очень много вещей связано. Ага. А ты, кстати, еще говорил по поводу корпоративного интернета. У вас там какой-то стоит антивирус или что? То есть, нельзя выходить или как? Корпоративный интернет. А. Не везде можно зайти. А. Короче. Тут именно видосики Дискорда и звук в Дискорде. То есть, чатиться в Дискорде получается. А просто Дискорд не работает. Не знаю почему. Ага. Ну, вот так вот. Там вроде можно написать, сказать, ребята, откройте Дискорд. Ага. И ребята посмотрят и скажут, ну, наверное, можем его открыть. Ага. Вроде никто не будет против. Окей. Там вот сейчас Джонни написал как раз по поводу преимуществ монорек. Ну, окей. А, смотри, а вот сейчас еще, когда сзади тебя проходили ребята в таких пижачках, там вот как бы все официально так ходят? Это охрана. Это охрана. А. Ну, то есть, сейчас никого нет. Не, а в костюмах здесь ходят типа финансисты и те, кто работает с клиентами. Ага. Потому что ты с клиентом работаешь. Ну, вот я типа сижу в шортах, в майке, кустовка в офисе висит у меня. А, то есть, не надо соблюдать какую-то униформу, да? У нас нет, ну, у нас нет дресс-кода, ну, у разработчиков, по крайней мере, я не знаю, как как бы у других отделов. Ну, адекватно выглядит просто. Ага. Если ты придешь, я не знаю, там, топлис, то, может быть, обсудят с тобой какие-то вопросы. А. Окей. Смотри, вот ты сейчас, получается, проходишь стажировку, заканчиваешь там в конце сентября, а у тебя, получается, на следующий год уже по-любому, то есть, тебе, ну, если в Bloomberg опять поступать, то только на работу или как это работает? У нас есть return offer, если хорошо проходишь стажировку, в конце ты собеседуешься с сеньором из другой команды, это собеседование не техническое, а скорее, ну, расскажи, что делал, как вообще дела, как это все проходило. Потом есть middle evaluation, это когда в середине стажировки тебе дают какую-то оценку и в конце стажировки тебе дают какую-то оценку. И по этим трем пунктам две оценки, ну, оценка – это не число, а просто общее впечатление. Вот две оценки вот эти и интервью с сеньором, они формируют, дадут тебе return offer или нет. Return offer на стажировку в моем случае. После стажировки, например, на третьем курсе, если я решу вернуться, это return offer на full-time. А сейчас это не full-time или что? Full-time в плане с переездом в компанию. А, сейчас погоди, стажировка full-time или developer все-таки? А как это с учебой совмещать? Нет, это после университета. То есть вот, смотрите, третий курс, я на третьем курсе от стажироваться поступил на четвертый, и меня зовут, говорит, Максим, вот после четвертого приходи, все, мы тебя перевозим совсем с сентября. А если военком в России, как это быть? Ну, типа, ты заканчиваешь четвертый курс, тебя Bloomberg забирает, а военком отдаст тебе? Ты приходишь военком, отписываешься и уезжаешь. Отписываешься? Ну, нет, ты выписываешься, ты забираешь свою приписную и уезжаешь за грани. И возвращаешься в Россию не больше, чем на три недели. Вот, типа, если ты там сколько-то долго пробудешь, то военком к тебе придет и скажет, ай-яй-яй, что ты тут делаешь? А там ты говоришь, а я там работаю, типа, ребят, какие вопросы? Или учусь. Угу. Но в моем случае у меня военная кафедра есть, я вроде на нее поступаю и все. Ага. Хорошо. Ага. Окей. То есть, про… А сейчас, после все-таки третьего курса ты можешь опять поехать на стажировку или ты уже можешь девелоперн, типа, по себе… На стажировку. На стажировку. А, типа, на позицию свои они берут после, там, когда работают, когда на работают? Только, только с высшим образованием. А, все. Окей. Понял. А смотри, Макс, а вот еще… В принципе, почти везде на Западе вас не берут без вышки оконченной. Ну, в больших компаниях. А, а вот если брать Ньюград – это что? Ньюград – это когда… Ну, вот… То есть, как у нас это работает, насколько я понял, вот с ребятами. Ты на самом деле приезжаешь на Ньюграда, у тебя трехмесячные курсы по проприетарным технологиям. Ты не делаешь проект, тебе просто что-то рассказывают, и ты чему-то учишься. Ага. Вот. И потом, если ты все хорошо сделал, то устраивается аукцион команд, на которых команды говорят, нам нужен новый человек. Ага. Мы делаем вот это. Ты к ним приходишь, говоришь, хочу быть с вами. Ага. Они такие, заходи. Вот. И ты и остаешься. Ага. Ну, то есть, там, зарплату повышают, плюшки дают, страховка медицинская, все дела. Ага. А, окей, да. А, хорошо. Окей, понял. А вот смотри, по поводу такого момента, когда ты хотел вообще поступать изначально за границу, то есть, вот как оправдалось свои ожидания, вообще, что ты хотел получить, какой опыт ты хотел набраться или что ты хотел увидеть, какие могут быть идеи, зачем за границей можно поработать? Стажироваться, а не поступать, да, оправдались. Ну, опыт, типа, общение с новыми людьми более… Ну, тут совершенно все по-другому просто. Ну, по-другому. Здесь люди работают по-другому. Не как в России. То есть, например, ты не устраиваешься на… если вы на HeadHunter зайдете и напишите, программист вам скажет, java-разработчик, вот, и так далее. Здесь не будут вас рассматривать как java-разработчик. Здесь должны быть инженером и все равно, на чем вы пишете. Язык – это всего лишь инструмент. Ага. С таких интересных поинтов. Типа, ты можешь работать, и потом тебе скажут, вот, давай, сейчас новая модная штука. Нет, тебе не скажут… Какой-то новый язык попробуй, может, смотри. Нет, тебе не скажут, типа, давай, быстро задолбал писать на java, иди, пиши на C++. Нет. Скорее, когда вам нужно что-то новое сделать, то вы рассматриваете, а на чем мы это будем делать, почему это хорошо. И это не должно быть… Ну, типа, для человека с высшим образованием в Computer Science не должно быть проблемой за неделю освоить новый язык. То есть, нет такого тоже, что ты там с шестью годами опыта в одной, потом такой бац, и у тебя опыта нет. Все равно ты будешь типа с опыта в сфере. Я не понял вопрос. Ну, на java ты писал шесть лет, и вот ты java-разработчик с шестиветним стажем. Потом ты пересаживаешься на тот же Python, потому что ты на Python не писал. И что? Ну и стаж не слетает, можно сказать. Ну что, типа, тебя не заставят? Подождите. Нету стажа. Здесь вот. Вы приходите на инженера. Вот вы инженер. На чем вы пишете, все равно вы делаете продукт. А если отбираться на стажера, то тоже получается, ты отбираешься просто на стажера свои? Да, а потом ты высказываешь свои предпочтения. А. То есть, это как тоже собеседование в Яндекс, ты проходишь просто как алгоритмическую секцию, а потом у тебя уже матчинг происходит, да? Да. А вот, кстати, мы забыли немножко, сейчас еще секунд, по поводу тимматчинга. То есть, какие тебе команды представляли свои позиции, или как ты это обсуждал? Матчинг проходит примерно так. Говоришь, что хочешь, тебе дают список из пяти команд, и потом созваниваешься с HR или с инженером, и он тебе рассказывает про команды. Вот. Ты потом их сортируешь от одного до пяти, куда хочу, куда не хочу, и на этом все, в принципе. То есть, команда тебя не видит. А потом, как бы, команда смотрит на твое резюме и тебя определяет куда-то. Но зачастую один случай только, когда человек не попал в свой первый приоритет, а попал во второй. Потому что стажеров мало, команд много, проектов много. То есть, по одному стажеру в команду беру. Очень редко два стажера. Ты один, получается? Да. Окей. Если есть в чате хороший вопрос, это скорее даже вопрос про то, что писать в мотивационном письме. Как правильно отвечать на вопросы, почему именно Bloomberg? Ну, по-разному. Можно прочитать, чем занимается Bloomberg. Bloomberg несколько bullet-поинтов, чем занимается. А. Это финансы. Б. Это C++ и open source C++. С. Это филантропия. Очень много денег, очень много денег, которые зарабатывает компания, она тратит на помощь чему угодно. Угодно. Начинает собачек, заканчивая созданием парков, лесов, борьбой с глобальным потеплением, поддержкой ЛГБТК плюс сообществ, Black Lives Matter и чего бы то ни было другого. Горизонтальности, о которой я уже говорил, о том, что в компании нет вертикали. Вот. Это несколько поинтов, которые если сесть и прописать, то можно развить и сказать, почему ты хочешь именно в Google. Ого. 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 Наверное, можно еще подумать, ну почему, на самом деле, почему вы хотите в Google. То есть меня, например, очень привлекла как раз таки горизонтальность, мне понравилась. Плюс меня привлекли финансы. Это было два моих поинта. Может кто-то очень радеет за мир и все, что в нем происходит, и для него будет основным поинтом то, что Bloomberg Philanthropist, да, филантропы, это вот волонтерам. То есть ты можешь, например, за счет компании в рабочий день пойти волонтерить. У тебя есть мальчик специальный, я Bloomberg волонтер. И вот вы идете, высаживаете деревья в ботанический сад. Это типа окей. Это считается рабочим днем, никто тебе ничего не скажет. Тебе еще зарплату заплатят за этот день. Ну может быть кто-то, я не знаю, я почти уверен, что никто из вас не пользовался Bloomberg терминалом. Ну потому что… А он платный же или как? Ну я же говорю, две с половиной тысячи баксов в месяц. Да и зачем? Друзья, только если ты трейдер и тебе очень надо новости видеть. Срочно. Кстати, Макс, ты там как-то встречался с финансами? То есть тебе… Ну вот я слышал просто в Jane Street, там можно что-то типа узнать про финансы еще. А вот у тебя… У нас есть курс. Ага. Ну то есть у нас можно записаться, ну как записаться, просто пройти бесплатно курсы по финансам свои собственно. Угу. А можно как-то встраивать этот терминал? Есть какие-то API? Что встраивать? Что встраивать? Типа запросов, как вот у Яндекса на информацию, ну чтобы в логотрейдинг это внедрять. А, типа как функционально… Ну то есть… Типа вот есть вот терминал этот, и есть ли какое-то API с запросами, которое позволяет получать информацию через рекуэр, ну постзапросы? Нет, конечно. Нет, в коде типа… Открытое в смысле, чтобы рандомно… Нет, это ты вот купил и… Нет, конечно, это небезопасно. А, нет, я так понимаю, Женин вопрос такой, то есть ли какие-то функции, которые ты можешь в коде использовать, чтобы обращаться к терминалу? Да, я это и говорю, нет, небезопасно. В смысле? Яндекс же применяет такое с геохотерами, или там еще больше безопасности? Яндекс не занимается финансами. Да. Яндекс не занимается финансами и как бы… Ну вот что такое геохотер? Sorry. Не знаю. Ну вот это типа платная фигня, которая через API-ключ позволяет получать. Что получать? Данные с карты? Да, данные с карты. Нам ограниченное количество. Типа, блин, у нас данные с финансами, а зачем тебе… Смотри, Bloomberg терминал что из себя представляет? Ты даешь две с половиной… Во-первых, ты не просто приходишь и даешь две с половиной тысячи баксов, ты проходишь интервью, чтобы не получилось так, что Bloomberg выдал тебе, что ты там террорист или экстремист, или ты под санкцией. Bloomberg с тобой не будет работать по закону США и так далее. Вот. Ты приходишь, рассказываешь кто ты и зачем тебе этим пользоваться. Потом ты даешь им деньги, тебе выдается такая B-unit, в которой ты можешь логиниться в терминал. Видимо, присылается два монитора, клавиатура специальная. Ну, то есть у нас есть специальная клавиатура для терминалов, которая для трейдеров удобная. И софт свой. И еще раньше свое железо присылалось оптимизированное. Вот. И вот у тебя полностью готовый комплект. Для разработчика обычного, ну вот обычный разработчик, тебе вот вообще почти никогда не нужен терминал. Типа, если ты хочешь что-то написать типа робота, который будет трейдить на бирже, тогда ты можешь прийти в Bloomberg Enterprise Fits, который настроит тебе pipeline, вот то, чем я занимаюсь, который будет тебе поставлять данные на твой сервак. Ты их оттуда будешь забирать. Ну, то есть Bloomberg терминал не для этого предназначен. А, ну, для задержки там? Нет, он не задержка делает, терминал предназначен для того, чтобы вот ты как аналитик сел и вот посмотрел на графики и вот проанализировал. Или как трейдер взял и купил, а вроде бы покупать можно. Но открытой API-шки нет. И я почти уверен, что никогда не будет. Ага. Ну, в таком случае смысла нет, если можно отдельно прийти. Что? Ну, ты сам сказал, что отдельно можно попросить в Enterprise. Ну, например, данные можешь запросить. Да. Ну, ты за них еще отдельно будешь платить. Ага. Как раз вот вы занимаетесь тем, что данные предоставляются для каких-то конкретных специалистов? Ну, да, да, для хедж-фондов. Ага. Окей, правильно. Окей, ребят, если у вас еще какие-то еще вопросы остались, у нас остались такие уже, ну, последний вот такой вопрос. Вот смотри, мне говорили, что ты был куратором в группе какое-то время. Да. Так, да? Продолжаю быть. Видимо. В смысле, для как, ну, то есть, для новых групп? В универе. В универе. Ну, типа, куратор для 37-й группы 2-го курса на текущий момент. В прошлом году 1-го курса. А, сейчас, то есть, ну, новая группа сейчас придет в сентябре и ты будешь куратором, правильно? Нет, нет, нет. Перваков я не буду, потому что меня не будет в Питере. Ну, то есть, они уже пришли. Ага. У меня нет в Питере. А сейчас, а как тогда? Куратор для старых ребят? Или, типа, ты еще... Ну, да, да. Ну, они мне просто в чатике что-то спрашивают, я помогаю. Вау, вау. Круто. Вот. То есть, я, типа, куратор. Ага. А как ты пришел к тому, что ты захотел канал создать? Это ты, я не помню, какой дата у тебя это, типа, что ты захотел-то выливать и так далее? Мы с Машей ввели вместе канал КТ и Маша. И там был КТ и Маша и Панк Максим раньше был. Вот. А потом мы решили разделить два канала, чтобы, ну, аудитория не путалась, кто что постит, какие у кого мысли. Вот. То есть, это не было конфликтное разделение, а скорее было дружеское разделение, чтобы народ не путался, у кого какой... Ну, возникали разные поинты на разные какие-то штуки. Ага. Мы разделились, дружим, все хорошо, в одной группе учимся. Ага. Окей, понял. И тут был вопрос, как быть душой КТ? Расскажи секрет. Это был... Нормально. Чувствую себя хорошо. Если вопрос, каково мне... Там какое-то голосование они замутили на КТ-флуде. А, и как стать душой КТ ты имеешь? Да. КТ – это кафедра компьютерной технологии. Ну, да, я понял. Ну, там что-то замутили голосование. Я ничего не делал, я канал просто вел, шуточки в чатик закидывал. Так что так. Окей, круто. Вот. А, да, смотри, был небольшой вопрос. А ты сейчас будешь куда-то в другие места подаваться? И, ну, то есть, какими идеями сейчас? То есть, так как у тебя уже есть какой-то опыт? То же самое. То же самое, чтобы новый опыт набираться или как? Ну, в смысле, то же самое, подаюсь в много компаний. Прохожу много собесов, надеюсь. Потом выбираю. А, окей. Ну, типа я имею в виду мотивацию, чтобы проходить это для того, чтобы обо там намного больше платить, да, чем в компании? Ну, как бы не только деньги, во-вторых, задачи. Понятно, что денег платят сильно больше. Ну, типа сильно. В Яндексе на стажировке платят 60, в каком-нибудь условном Гугле платят 300. До налогов там еще, там еще и так далее. Ну, там все-все знают сайт levels.fyi, fyi, там вот там. Можно посмотреть, зарплаты, они более чем правдивы. Ага. Вот. Ну, мне так кажется. Прямо из того, что я слышал. Вот. Про Bloomberg, понятно, ничего не скажу. Ну, денег больше, условия лучше, интересней, прикольно за границей. Угу, угу, угу. Окей. А, да, еще вопрос такой. А ты в Лондоне какие-то места интересные посмотрел? То есть, саму инфраструктуру или не особо успел это делать? Ну, я гуляю просто по Лондону. Мне нравится. Ну, у меня классические какие-то там. Букингельмский дворец, где сидит королева, увидел. Ага. Пайт парк сходил. Ага. Куда-то еще там. Мэйфейр сходил. Видел ресторан Чичва Аркина. Там пришелся. О. То есть, лобстер и бургер съел. Там, типа, крутой. У него? В Чичварке? В ресторане Чичварке? Нет, в Чичварке на ресторане, блин, у меня деньги, жаба задушит. Там совсем не реально. А, понятно. Ну, и плюс, типа, я могу сходить, позволить себе ужин там с девушкой сходить, но как бы мы оба не поймем, что это сейчас было. Вот такая маленькая. Ну, мы еще не доросли до этого, я так считаю. В Тавр сходил. А, вот, кстати, у Bloomberg, Bloomberg Philanthropies, они еще предоставляют бесплатные билеты куда? Да. То есть, например, можно, вот я в Тавр сходил бесплатно. А Тавр это кто? Тавр это Лондон Тавр, в прошлом тюрьма, потом, блин, дворец, потом еще какая-то тюрьма. Так где вороны там собираются? Да, да, вороны королевские. Прикольно. Ну, есть такое знаменательное место, как Таврский мост в том числе. И еще есть в разные места бесплатные билеты просто, как сотруднику, показываешь бейджик и все. Вот. А ты с девушкой живешь в Англии, она тоже в Англии? Нет, она приезжала ко мне просто на месяц. Окей. А у тебя, получается, стажировка началась в июне и заканчивается вот в конце сентября, да, это так? Да, началась в июле, с 5 июля по 24 сентября, 12 недель. Ага. А как, типа, вот, то, что там учеба началась или ты как-то это согласовал? Ну, на кафедре все знают о том, что я здесь. На меня выписан приказ от ректора, у меня индивидуальный план. То есть это все официально. Ага, ага. Окей, круто. А у нас все равно сейчас смешанное обучение. Ага. Можно либо осень, либо дистанционное. Я могу смотреть пары дистанционно. Ага. Окей, я понял. А может что-нибудь про магистратуру и тьмо сказать? Я не знаю, я не знаю. Или вообще не думал. Ну, у меня нет сформированного мнения, хочу я магистратуру или нет. Угу. По текущему. Я не знаю. Окей. Ну, и про магистратуру и тьмо тоже не знаю. Хорошо. Макс, а ты мог большинство? Я не знаю, какие-то остались идеи по поводу советы, как проступать на стаже? То есть, не знаю, там, что-то не забыть или как писать эти мотивационные письма или что-то такое. То есть, какие-то у тебя остались идеи, которые ты хотел бы рассказать? Ну, подаваться везде, несмотря ни на что. Ну, в плане, несмотря на то, что там пишут, стажировка там, только для вот таких людей. Если вы там ничего не теряете… Ну, то есть, ну, бывают стажировки, как бы, то есть, есть стажировка только для девушек. Да. Вот такие стажировки есть. Подаешься. Да, все его знают. Может, места не закончились. Ред его знает. Требуется, что вы, типа, должны быть студентом третьего курса. Подаешься и так далее. Везде подаешься, однако нужно быть готовым к тому, что будет много отказов и отказом не расстраиваться. Ну, вот они есть, ну и ладно. Составив резюме, закинуть в чатик SNS, чтобы его раскритиковали, все поправить. И, там, бывают люди, которые начинают, ух, ух, типа, неправда, вы тут вообще все сидите, врете мне. Ну, понятно, что своя позиция должна быть и можно попытаться ее отстоять, но, как бы, не с пеной у рта. Там народ не глупый сидит. Ага. Ну, и когда позовут на собесы, сильно много читать о компании, спрашивать, находить людей, которые там работают, спрашивать у них, чтобы все было хорошо. Ага. И готовиться, ну, технически готовиться, понятно как, решать задачи. Окей. И, ну, то есть, вот, то, что тебе отказали там очень много компаний, это связанность… А, ты сказал то, что несколько причин, да? Ну, да. Ага. Разно. А там, как бы, ну, вообще это сложно пройти вот за границу или это, на самом деле, все это… Я считаю, что самое сложное – это пройти скрининг. А. То, что после скрининга оно понятное. А. Вам говорят, что от вас хотят. Понятно. Ну, не считая и Чарльза бесов, где нужно просто, типа, рассказать о себе, показать, что ты любишь компанию. Ага, ага. Ну, наверное, можно этому научиться. Окей, круто. Ну, скрининг, мне кажется, самое сложное. А. Понятно. Окей. Ну, вообще, кайф. Лео, ты что-то хотел спросить? Видимо, нет. Да, я хотел спросить, можешь сказать, знаешь ли ты людей, кто по L1 уезжал после того, как в Bloomberg не поработал? Я ж не в Штат. Я ж в Англии. Нет, ну, в плане из Англии, по L1 видишь, что, типа, год работал в Англии и поехал в Штаты. Ну, я не знаю таких. Ну, я просто не интересовался. Я знаю, наоборот, тех, кто из Штатов к нам сюда приехал. Вот у меня есть такой в команде чувак. Но сейчас же там вообще со Штатами сложно. Во-первых, туда сейчас не пускают из-за ковида даже вообще никого из Англии совсем. Из Европы в том числе. Поэтому не знаю. Кстати, а вот ты еще писал что-то в своем канале то, что… А, да. Говори, говори, Лев. Я… Да, нет, все. Я все. Окей. Я хотел спросить, то, что ты вот писал в канале своем то, что вот ты добивался релокейшн, то есть, чтобы тебя именно поселили в Лондоне. А как ты добился, да? То есть, это достаточно круто то, что у тебя получилось сделать. Там получилось так, что они хотели проведить стажировку полностью удаленно. А что я сказал? А вы уверены, что вы готовы проводить стажировку из России? В смысле? Ну, типа Россия не самая безопасная страна. А-а-а. Блумберг с безопасными… То есть, в России есть офис Блумберга. Да. Новостной. Ну, то есть, там не разработчики сидят. Ага. Есть несколько компаний, которые работают на Блумберг как сотрудники инженеров. Ага. Но они, как бы, у них очень тоже узкий пул задач. Ага. Потом я сказал, вот, мечтал в Лондон, хочу в Лондон, давайте. Они такие, хорошо. Вот нас всех, ну, всех позвали в Лондон в итоге. В итоге произошло так, что когда уменьшили ковидные ограничения в Англии, начали пускать людей, и позвали в Лондон, я согласился, сказал, что да, да, хочу. А в Лондоне я здесь добивался, чтобы меня выпустили в офис. Ага. Потому что тут тоже не факт, что тебя выпустят в офис. В начале стажировки было. Сейчас уже попроще с этим. Добивался я этого через Team Leader. Я сказал, Аня, хочу в офис, что мне делать? При том, что у меня вся команда не в офисе. Аня сказала, сейчас разберемся. Написала что-то HR, меня выпустили в офис. Угу. Угу. То есть просто настойчиво просить. Угу. Понятно. Так, сейчас какой-то был момент последний. Понятно, что вас перевозить мало кто хочет. Ну, в плане. Даже дорого просто перевозить человека и платить ему зарплату здесь, чем платить зарплату в России. Но можно типа аргументировать тем, что в России небезопасно. Ага. А вот еще. Самый простой аргумент. Круто. Это, кстати, хорошая подсказка. А еще небольшой момент. Это может сыграть плохо, что он скажет, слушай, ну сиди там, ладно, давай в следующем году пообщаемся. Ну, типа может безопаснее стать. Ну, типа ковид закончится, тогда привезем. Кстати, а еще небольшой момент по поводу, смотри, вообще у тебя стажировок в Америке и в Лондоне, то там проблема обычно в релокейш. То есть, чтобы тебя привезли и визу выдали, да? То есть, некоторые компании в Лондоне вообще российских и русских не берут или как? Или все-таки это не сложно? Ну, просто это денег стоит. И не все компании просто делают это или что? Да. Они просто не хотят на тебя тратить деньги. Тоже для он-сайта интервью это тоже имеет? Ну, да, да. Ага. То есть, большие компании готовы на тебя тратить деньги. Маленькие компании не всегда. Или, ну, компании поменьше. Угу. А Bloomberg открыт к этому? То есть, тебя прям он-сайт готовы были бы привезти, да? Ну, раньше он-сайт привозили, да, конечно. Угу, понятно. Круто. Окей. А даже есть какой-то видосик на Ютубе, как чувак приезжал в лондонский офис или в нью-йоркский офис Bloomberg, когда его сами привезли и он там показывал, просто он шел по офису, рассказывал, вот меня привезли, меня вот тут поселили, вот мой номер, вы можете загуглить, посмотреть. Ага. Да. Интересный видосик был. Окей. Ну, это я смотрел, когда готовился к собесам. Угу. Я сам был удивлен, что на самом деле компании привозят людей на он-сайт интервью. Да. Привозят, делают тебе визу. Вообще шок. А Google так тоже делает или что? Я не знаю про Google. Я знаю, что Bloomberg так делает. Ага. Знаю, что Джейн Стрит, наверное, так делал раньше. Ага. Возможно, Google так тоже раньше делал. Сейчас с ковидом все поменялось. Неизвестно, как будет дальше. Но у нас сильно хотят выгонять народ в офис. Ага. Окей. А вот еще такое есть какое-то, знаешь, типа стремление заработать деньги. То есть, например, в Нью-Йорке такое настроение среди работников и так далее. То, что вот куда-то спешат. То есть, какое настроение в команде, как в стартапе или как такое размеренное какое-то течение? Да нет, на чили все. Тебе ж не платят деньги за задачи. Тебе платят деньги за то, что ты работал. Ага. А, окей. Ты просто, ну, вработаешь. Делаешь дело. Ага. Делаешь дело хорошо. Не бывает... По крайней мере, у нас в команде нет какой-то спешки выпустить завтра, выпустить послезавтра. Потому что у нас, наоборот, как бы ты сделал штуку. И эта штука, если она каким-то образом клиентам навредит, а вред клиентам – это примерно то же самое, что клиент потерял миллионы баксов. Потому что он трейдер, причем не своими деньгами торгует. Ага. И поэтому все очень хорошо и сильно должно быть протестировано. Угу. Угу. Я вот, например, там, закончил свой проект, ну, две недели назад. А в продакшн я выхожу вот во вторник, скорее всего. Ты сейчас протестируешь или что? Ну, он сейчас на бета-серверах тестируется. Ага. 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 А у тебя потом будет... А, это твой как раз проект окончательный, то есть, который... А саму тестирование – это твоя задача? Да. Да. Твоя задача. Ага. Окей, понятно. Круто. То есть, ты, грубо говоря, сдаешь код под ключ. Написал, оттестировал. Ага, ага. Окей. То есть, у нас есть команда тестировщиков, которые QA, вот, или просто тестеры. Ага. Ага. Или на джаве? Ну, у меня... У меня нет. Ну, у меня сильно проприетарная команда. Ага. Окей. Понятно. Ладно, круто. Огромное спасибо, Макс, что рассказать момент. У нас будут записи, если какие-то идеи повыцеплять еще. Вот. Будем, если что, на связи. И желаем тебе удачи на этих собесах, которые ты сейчас проходишь. И спасибо, что за инфу, то, что уже какие-то начались, собственно, в планете и так далее. Можно будет попробовать подаваться. А, кстати, а вот здесь такой небольшой вопрос. Там же конкуренция, вот, если там несколько русских конкурируют, то это же не особо большая конкуренция, да? То есть, там... В смысле? Да там пофиг всем на то, откуда. А. Там огромное множество людей подается, да? И поэтому вообще... Ну, я не знаю, сколько подается. Знаю, что мало берут. Ага. Понятно. То есть, нас всего, по-моему, человек 100. С России? Или стажеров? Нет. Стажеров всего по миру. А. Разработчиков 50, это точно. А там еще аналитики и финансисты, их чуть-чуть побольше. Ага. Вау. Нифига. Понятно. То есть, отбор 7. Понятно. Окей. Ладно. Это не значит, что надо бояться. Надо просто... Если берут 100 или подается всего 100? Нет. Взяли всего, суммарно. Сколько подались, хрен его знает. Ну, это нормально. Наверное. Ну, это по всему миру, это не в лондонском офисе. У нас офисов нормально. Это мало. Это очень мало. Если по России, там, по-любому, 100 человек, как бы... Ну, то есть, в СНТ тоже много людей пытается так далее. Ну, да. Ладно. Круто. Короче. Огромное спасибо, Макс, что выделил время. Вот. Да, ребят, смотрите, у Макса есть канал, который вы видели. Возможно, ссылку на... В чате. Вот. Подписывайтесь. Смотрите, чем занимается Максом. Возможно, будут еще какие-то идеи скидывать. Вот. Предлагайте ваши идеи, как Рахим сделал. Еще кого хотим послушать. Вот. Макс, тебе удачи. Хорошего вечера. Угу. Спасибо. Спасибо. Пока. Вам пока. Спасибо, Макс. Ребята, спасибо всем огромное, что присоединились. Смотрите канал, и там вообще какие-то еще будут идеи появляться по поводу созвонов. И предлагайте ваших ребят, знакомых, кого хотели его послушать. Пожалуйста. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...